Девушки отдыхают О своём ребёнке? Знает. Диана сказала, что это мой ребёнок. Ты поверил? Паша Екатерина вдовела. Только не сейчас, а два года назад. Люди ради любви на такие жертвы идут. Но это не твой случай. Носова убил я. Никакого мы с тобой нет. Это раньше было мы с тобой. А теперь, дорогой мой, я сама по себе, а ты сам по себе. Илюша, почему ты отказался от адвоката? Давайте сначала познакомимся. Я Илья Гордеев. А вы кто? Радуги, дороги в небесах. Розовое утро на часах. Ветер тихо шепчет, не грусти. Что бы ни случилось всё равно, Счастье постучит в моё окно. Скажет нам с тобою по пути. Это не сон, не миражи. И впереди целая жизнь. Зовёт туда, где вновь спешат, Исполнятся мечты. Это не сон, всё наяву. Просто люблю, просто живу. В реальном мире, там, где я и ты. В реальном мире, там, где я и ты. Где я и ты. Я жду ответа. Я не хочу сейчас говорить об этом. Сейчас не хочешь? А когда? Мне кажется, я имею право знать, кто ты такая. Я? Я Катя. Значит, имя настоящее. Илюша, я женщина, которая любит тебя. И этого должно быть достаточно. Этого недостаточно. Вот как? А как ты хотела? У меня есть вопросы. И я хочу получить на них ответы. Я хочу понять, где ты говорила мне правду, а где врала. Главное, что ты должен знать, если у меня и были основания что-то скрывать от тебя. Да это были очень серьёзные основания. И это неизменно. И поверь, у меня действительно были причины рассказывать о себе не всё. В психушке твоя мать? Что? В психиатрической больнице, куда я приходил. Лежит твоя настоящая мать? Или это случайная пациентка? Была ли ты беременна на самом деле? Была ли ты замужем за Вадимом? Или вы вместе убили твоего мужа из-за денег? Или всё-таки ты по неосторожности его ударила чем-то по голове? Прекрати. Это ты прекрати. И хватит мне врать. Ты не будешь отвечать на мои вопросы? Хорошо. Тогда ответь на один. Зачем тебе я? Ну как? Что как? Со Стаськой объяснился? Ну да. Ну и? Я сдаваться не собираюсь. Значит, не простил. Нет. Не может простить то, что я сбежал. Ну, я её, конечно, тут в принципе понимаю, но я тебе ещё раз говорю, что я сдаваться не собираюсь. И Стаська меня простит. Рома. А ты её любишь? Ну это очень важно. Ты её добиваешься просто потому, что хочешь добиться, или потому, что ты её любишь? Да не знаю я. Очень интересно. Да я запутался, Ксюш, понимаешь? Ну, понимаю, наверное. Ну вот я был уверен, что я люблю Диану. Вот я просто на сто процентов был уверен. А сейчас спроси меня, что я к ней чувствую. Ну и что ты чувствуешь к Диане? Злость и раздражение. Злость и жалость. Но вот у меня только всё стало налаживаться со Стаськой, если бы не это враньё про Дианиного ребёнка. Нет, ну понятно, что враньё всё испортило, но чувства к Стаське, они-то есть? Да в том-то и дело, что они какие-то непонятные. Не любовь. Да откуда я знаю? Ну, она тебя простит, если точно будет знать, что ты её любишь. Только если она поймёт, что она для тебя одна единственная, и никакой другой быть не может. Ну вот я чувствую, что я должен её вернуть. Я хочу, чтобы она была моей. Мало ли, чего ты хочешь. Ну я же не могу ждать, пока я её полюблю. Ну вот точно полюблю, но вот стопудово. И она тоже ждать не будет. Значит, сейчас я ей должен показать то, чего на самом деле пока нет. Угу. Ты сам всё усложняешь. Да это ты мне всё усложняешь своими вопросами. И вообще я не люблю эти самокопания, эту гадость. Всё, что мне нужно знать, это то, что мне нужно вернуть Стасю. И всё. Ой. Я люблю тебя. И именно поэтому ты мне всё время врёшь. Я действительно воспитываюсь в детском доме. И там в больнице действительно моя мама. Продолжай. Зачем ты меня мучаешь? Я тебя мучаю. Я не любила своего мужа. Но я не убивала его. Его... Его убил из ревности Вадим. А я из любви к Вадиму помогла обставить всё, как несчастный случай. Прекрасно. Ну и с Вадимом всё быстро кончилось. Так вы не были женаты. Это были какие-то неправильные, болезненные чувства. Ты мне веришь? Я не хочу верить. Ни одному твоему слову. Илья, это всё не важно. Как не важно? Я вообще не понимаю, кто передо мной сидит. И я всё это время... Чёрт. Я люблю тебя, и только это имеет значение. И мои чувства к тебе настоящие. Если бы я знала, это не входило в мои планы. Планы? Ну, в смысле, я не планировала это. Я... Если бы я знала, ты с самого начала... Я... Всё сделала бы по-другому. Что ты знала с самого начала? Что бы ты сделала по-другому? Я не могу тебе сказать. Опять? Ну, послушай, Илья, я люблю тебя, и... Ты нужен мне, понимаешь? Я не могу с тебя. Всё. Я больше не хочу. Что ты не хочешь? Я не хочу больше слушать тебя и видеть. Уходи. То, что ты мне рассказываешь, это... Это просто невероятно. Да. Мне тоже не верится. Столько прошло лет, но это ведь дочь. А какая она? Расскажи. А ты её знаешь. Что? Да. Это та самая девушка из салона Василисы, которая когда-то сказала тебе, чтобы ты уходила от Бориса, а ты ей не поверила, кстати. Да. Я ей не поверила. Постой. Ксюша, кажется. Ксюша. Подожди, но ты ведь познакомился с ней не только что. А то, что она твоя дочь. Я об этом знал с самого начала. А почему же ты ей ничего не говорил? Боялся. Боялся? Чего? Того, что она тебя не примет? Этого тоже. Потом у меня было видение. У тебя? Видение? Алиса. Я обладаю даром предвидения. И это передаётся у нас из поколения в поколение. По наследству. Я тебе потом об этом всё подробно расскажу. Хорошо? Да, да, конечно. Вот. Ксюша видела то же самое, что видел я. Что-то плохое? Какие-то вооружённые люди угрожали нам. И всё это происходило в офисе у Бориса. Подожди. Почему они вам угрожали? Я не знаю. Но когда я понял, что Ксюша приехала, чтобы найти меня, я сделал всё, чтобы оградить её от встречи со мной. Но, как говорится, от судьбы не уйдёшь. Это не получалось. Значит, вы оба видели что-то плохое. Скажи, это можно как-то предотвратить? Да, денег, конечно, я бы отратила кучу. Ну, ладно. Должен же быть папочка хоть в чём-то полезен. Да, сейчас мужчина нам не помешает. Ну, слушай, брать с собой слепого жениха за покупками, это, конечно, свинство было бы с моей стороны. А что, Рома у нас в отставке? Конечно, в отставке. Он поверил моему вранью. И носится теперь где-то обиженный. Ну, и слава богу, под ногами путаться не будет. Но ведь это же его ребёнок. Мила, мне ещё одно дитя тебе не нужно. Одного хватит. А кормить деревенского перероска я не собираюсь. Костик, конечно, тоже уже не тот, что будет. Ладно. Самое главное, выжать из нашей с ним свадьбы по максимуму. Ты что-то придумала? Конечно, придумала. Только представь. Пресса гудит. Дочь олигарха Потапова. Модель. Выходит замуж за талантливого, но слепого фотографа. Красиво, красиво. Пикантно, пикантно. И жестоко по отношению к Косте. Ну, да не жестоко. Он сам будет рад повеселиться. В конце концов, это и его пиар тоже. Обратят на него внимание. Так что, Милка, из любого недостатка можно сделать достоинство. Ну, тебе виднее. Да, только вот есть одна невязочка, которая меня смущает. Костя еще не в курсе твоих грандиозных планов? Да нет, в курсе. Просто у него брат сейчас в тюрьме. А пока это так, ни о какой свадьбе и речи быть не может. Ничего себе невязочка. И чего это брат делает в тюрьме? Милка, не тупи. Сидит. Костя, конечно, говорит, что это все недолго, но ты же понимаешь, что никто не может знать наверняка. А я не могу ждать, понимаешь, потому что у меня пузо на нос полезет. Тогда точно все скажут, что я выхожу из-за слепого из-за беременности. Понимаешь? А мне нужна красивая картинка. Ну, так попроси отца. Ну, пусть он вытащит Костяного брата. Но он же олигарх. В нашей стране олигархи могут все. Милка, в нашей стране олигархи могут все, если они этого хотят. А мой отец повесится, если знает, что мы женимся. Ну, и что ты можешь сделать? Только одно. Пиариться по полной деткам. Ну что, Костя, давай, выпроваживай меня. А то меня Майка просила к школе всего закупить. Знаешь, с одеждой вроде разобрались, остались только канцтовары. Я эти магазины уже видеть не могу. Давай, езжай. Но помни, видеть что-либо, это очень хорошо. Ой, извини, Костя. Ладно, забей. Да, и про Илюху, если что-нибудь станет известно, дай знать, пожалуйста. Ой. Здравствуй, Тарас. Рада тебя видеть. Здравствуйте. Вы от Ильи? Ну, что там, как? Плохо все. Пап, что плохо? Илья отказался от адвоката наотрез. Я вообще, вообще не знаю, о чем он думает. Да, Катя он о своей думает. Дурак. Вот это любовь. Вот это я понимаю. Ты что говоришь? Его же посадят. Лен, успокойся. Знаете, любовь любовь, но этот его героизм уже ни в какие ворота не лезет. Вот, вот. Угу. Она мне всегда не нравилась. Вот я тоже всегда считал эту Катю какой-то мутной барышней. Интересно, а вот я бы так смог, ну, ради женщины, любимой. Знаешь что, вот, надеюсь, что тебе это на себе испытывать не придется. Слушай, пап, отвези-ка ты меня к Илье, а? Зачем? Он нас с мамой не послушал. Вот именно, потому что вы с ним в лоб напрямую, а с ним так нельзя. Я с ним хочу поговорить. Яша, правда. Отвези Костю, пожалуйста. Вдруг у него получится. Ладно. Поехали. И я пойду, Елена Николаевна. До свидания. Иногда будущее можно корректировать. Но чаще всего случаются события, которых избежать нельзя. А вот с этим конкретным видением тебе действительно угрожает опасность? Скорее всего, и мне, и Ксюше. Но когда, и при каких обстоятельствах? Ну, 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 ну что ты, испугалась у меня, как маленькая? Ну, что ты? Леша, Леша, я боюсь за тебя. Только все стало как-то налаживаться. Все будет хорошо. Все и так уже хорошо. Мы с тобой вместе. И должны наслаждаться каждое мгновение. Правда? Да. Ты никогда не был оптимистом. Ну, жизнь меняется. Меняется. И я меняюсь. Теперь ведь у меня есть ты. У меня есть дочь. Я... Я очень хочу, чтобы я был для дочери настоящим отцом. Понимаешь? Да. Тебя ждут сюрпризы. Будь родителем — это и непредсказуемо, и интересно. Иногда трудности, иногда радости. Ты готов? Думаю, что да. Будешь радоваться вместе с ней, переживать за нее, защищать. Иногда терпеть. Как я Дианку со своими выкрутасами. Ой, Леша, ну дети — это такое счастье. Только жаль, что все так поздно. Нет. Не поздно. Нет. Всему свое время. Какая ты мудрая у меня. Сама себе удивляюсь. Ты только пока никому не говоришь, что Ксения моя дочь. И я не хочу, чтобы об этом узнал. Потапов, хорошо? Хорошо. Конечно. Но меня с ней обязательно познакомь. Еще раз. Обязательно. Вари горшочек. Вари. Вари. Боже мой, ну и запах. Запах-то что? Ты посмотри, какой цвет. Смотри, как под воздействием пара появляются новые краски. И материал меняет свою текстуру. Поняла, поняла. Проводишь новый эксперимент. Опять продукты переводишь. Ирка убьет тебя. Так, значит, не мешай мне. Видишь, я творю? Угу. Да-да-да. Значит, ты всю эту красоту сваришь, бросишь ее на холст, и потом тебя наградят премией, как самого новомодного художника. Как смешно. Видимо, у нас в квартире за Блинтусом завелся юморист. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Ха-ха-ха. Да, только картину твою никто не купит. Потому что уже через сутки она будет издавать тошнотворный запах, вот как сейчас. И мухи на нее будут садиться. Злая ты, Станислава. Ну, я прощаю тебя. В тебе же ведь гормон играет. Ой, спасибо тебе, Олег Карлович. Дорогой, пожалуйста, накрой крышкой, выключи, убери эту гадость, тошнит, не могу. Ну что ж, раз ты прервала творческий эксперимент гения, видимо, хочешь рассказать мне, как у тебя все замечательно, да? Как у тебя хорошо на работе, в личной жизни. Угу, Олег Карлович, а ты тоже злой, оказывается. Да, именно. У меня все очень хорошо, просто замечательно. И на работе, и в личной жизни. В личной жизни сейчас модно быть одинокой, я следую моде. А на работе, вот знаешь, вот чувствую прям, вот, 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 прям точно чувствую, что разбогатею я раньше, чем рожу. И на чем же это? На праздниках. Да, представляешь, вот на праздниках, вот, вот как-то вот, 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 вот гормоны, что ли, или натуру, у меня такая, ну, предчувствие у меня, вот, что скоро попрет, вот как танк. Понимаю. Ага. Заработать денег без единого клиента – это круто. Мне кажется, это еще никому не удавалось в истории цивилизации, но тебе... Так все, закрыли тему. Ладно, ладно. Пойду творить своими живыми полученными красками. Напишу картину. Одинокая, беременная, всеми брошенная женщина предается пустым и никчемным мечтам. Кстати, творить буду в стиле кубизм. А клиентов я себе в твои счеты найду, понял? Господи, да где ж их искать только? О, ты здорово справляешься. Знаешь, через какое-то время я даже смогу описать, как я это делаю. И ощущения, я тебе скажу, примечательные. Жаль, что я не могу понять, как это. Пап, ну уж кто-кто, а ты-то должен знать, что возможности человеческого мозга почти безграничны. Да я знаю, но не чувствую. Ой, слава богу. Слушай, пап. Да? Я тут подслушал разговор случайно. А что, Потапов правда руководит какими-то исследованиями в клинике? Ну, он дает деньги, а руковожу я. А, и вы изучаете возможности людей со сверхспособностями? Слушай, а слух у тебя действительно стал отменный. У Потапова идея фикс. Научиться вызывать сверхспособности у обычных людей. Ну, а для этого надо изучить сначала тех людей, у которых действительно они есть. Угу. И что, это безопасно? Абсолютно, если тебя так волнует. Мы их, как кроликов, не режем. Пап, у меня есть одна подопытная для тебя. Кто такая? Это Ксения. А-а. Пап, ну подожди. Но у нее правда есть какие-то удивительные способности. Она ясновидящая. И я это тебе все рассказываю, потому что точно знаю, что ты не поднимешь меня на смех. Хорошо, я подумаю. Но она-то в курсе, что ты советуешь мне ей заинтересоваться? Пока нет, но мне кажется, это твоя забота. Хорошо. Я принял к сведению. Ступенька. Я знала, что рано или поздно найду их. Мой отец мертв, моя мать в психушке. А Гордеевы живут, как ни в чем не бывало. Он веселый и счастливый. Это мое счастье. Они не имеют на него права. Они украли его у меня. Ну все, все, все. А ну ничего. Они ответят мне за каждый час. За каждую минуту. Елена Николаевна. У тебя было открыто. Илья отказался от адвоката. Да, я знаю. Еще немного, и он откажется официально. И по всей видимости, он это делает ради тебя. Я вас не совсем понимаю. Ты прекрасно все понимаешь. Он прикрывает тебя всеми возможными способами. Прикрывает меня? Подождите, Ирина. Это ты, подожди, деточка моя. Это ты убила Вадима. А Илья взял твою вину на себя. Это мой сын. Я не позволю, чтобы он из-за тебя сел в тюрьму. Поэтому ты должна пойти к следователю. И признаться ему в убийстве. Поняла? Вот, остались простые формальности. Вы распишитесь. Вот, где галочка. А вот папка там с разными брошюрами. Здесь нужны адреса, телефоны. Вот, возьмите. Ой, спасибо вам большое. Надо было вам хоть конфетки принести. Да нет, что вы. Какие конфетки? Главное, чтобы у вас, у вашего малыша было все хорошо. Мне даже не верится, что всего лишь месяц назад я могла отказаться от Васьки. Вы просто спасли ему жизнь. Да нет, мы просто помогли вам передумать. Нашли вам работу. Да и мы все. Это ведь не только я. Я вообще здесь недавно работаю. Но все равно спасибо вам за добрые слова. Вам спасибо. До свидания. Всего доброго. Передавайте привет от меня Ваське. Хорошо. Прошу. Ксюха. Я счастлив. Я просто счастлив. А что случилось? Здесь на пятом этаже есть центр иностранных языков. И мне предложили должность администратора и менеджера по продажам услуг. Ух ты, здорово. Это еще не все. В качестве бонуса меня будут обучать английскому языку совершенно бесплатно. Рома, это не развод? Нет, ты что? Серьезная контора. Правда, придется пахать. Ну это ничего. Надо когда-то начинать пахать, да? Слушай, а ты скажешь Стаське, что я нашел классную работу, а? Ты думаешь, Стаське важно, что у тебя нет работы? Думаю, да. Хотя, наверное, ей важно, но ты не думай. То, что ты нашел работу, это не... Да, я знаю, это мне сразу ее не вернет, но не нуди. Мне нужно придумать какой-то хитрый подход. Слушай, а как у нее с работой? Да никак пока. Надо клиентов искать. Так. Клиентов. Нужно найти клиентов. Угу. Значит так, а как к Стасе привлечь много клиентов? Как мне сделать так, чтобы о Стасе узнала много людей, а? Как сделать... сайт? Нужно сделать сайт. Круто! Ну, возможно, а ты умеешь делать сайты. Ам... Алло, да. Здравствуйте, Яков Борисович. К вечеру нормально? Я после работы сразу к вам. Хорошо, договорились. Ты Гордеев звонил. Хочет увидеться. Только зачем? За Костей, наверное. Наверное. Ксюха. Я сделаю для Стаси сайт. Я не собираюсь признаваться в том, чего не совершал. А ты понимаешь, что из-за своей слепой любви к тебе Илья готов сесть в тюрьму? А я этого не допущу! Нет, это была самооборона. Его признают невиновным. Там разберутся. Он не мог этого сделать. Он спасает людей, а не убивает их. Он защищал меня. А он и сейчас тебя защищает. И что, поэтому должен сесть вместо тебя в тюрьму? А где же твоя хваленая любовь? Да с чего вы решили, что это сделала я? А потому что я знаю, что это не он. И еще я знаю, что если человек любит, он сделает все возможное, чтобы не причинить страдания любимому человеку. А ты ломаешь его жизнь! Я не понимаю, почему вы решили, что было все иначе, не так, как говорит Илья. Но это не важно. Я найду способ его вытащить. Я не верю тебе. Если ты приблизишься к моему сыну ближе, чем на один километр, я удавлю тебя собственными руками. Илья。 МЕЛОДИЯ Привет, братишка. Я рад, что ты пришел. А я рад, что ты рад. Ты знаешь, у меня здесь в СИЗО просто светская жизнь. Посетители, приемы, встречи. Я бы тебе сказал, конечно, располагайся, будь как дома, но... Знаешь, запахи здесь не очень домашние. Ну, извини. Ксюша тебе привет передавала. Она переживает, впрочем, как и мы все. Ты отказался от адвоката. И теперь у нас дома траур. Понятно. Ты знаешь, я думаю, ты еще ничего не понимаешь. Никто не верит, что это ты грохнул, Вадима. Ты Катю выгораживаешь. Костя, давай не будем. Давай не будем. Только вот на досуге подумай, пожалуйста, между визитами. Кто она тебе? Катя? Да, Катя твоя. Чем ты ради нее жертвуешь? Чем она ради тебя жертвует? Если вообще когда-нибудь такое было? Почему обязательно нужно жертвовать? Вот я тебя тоже об этом хотел спросить. Знаешь, моя слепота, это тоже тюрьма. Такое своеобразное лишение свободы. Только у меня не было выбора, а у тебя он есть. Ты ошибаешься. А для чего ты лишаешь себя свободы? Ради абстрактной идеи о благородстве? Ради этой абстрактной идеи ты порвался с любимой девушкой. У нас с Ксюшей все сложнее было. У нас с Катей тоже все непросто. Ладно, думай сам. Только я бы на твоем месте Катю и Ксюшу не сравнивал бы. Катя не стоит твоих жертв, я уверен. А я уверен в обратном. Извини, мне пора. Ладно, давай, не кисни там. И знаешь что, голову включи. Мужику иногда полезно ее включать. Хорошо, всем привет. Оксана, я не прошу засевать травой весь участок. Спасибо. Я прошу только лужайку, лужаечку. Ну вот представь, утро, солнышко, я выхожу на веранду. Душа раскрывается чистенько, зелено. А сейчас она у тебя не раскрывается, да? Оксана, там парник, понимаешь? Парник. А моя душа на парник не раскрывается. Ах, федораки, душа раскрывается в парнике, когда ты видишь эти огурчики, эти помидорчики. Так, тайм-аут, 10 секунд. Объявление. Мне нужны клиенты для моего бизнеса. Мне нужны люди, которым нужно организовать праздник. Сообщите всем знакомым, ясно? Конечно. Есть. Все. Продолжайте, продолжайте. Совет. Стремитесь к компромиссу. Так вот, мне нужно всего лишь несколько квадратных метров. Там парник. Федораки, не реви. Значит, думаешь, заронил семя за мнение? Знаешь, мне так показалось. И, по крайней мере, я очень надеюсь, что мой смышленый брат все-таки еще не разучился думать. Что там твой научный опыт по этому поводу говорит? Когда влюблен совсем, голова не варит? Похоже, что так. Так, знаешь, ты в следующий раз, когда приедешь, вкали-ка ты ему сыворотку правды и запиши все на диктофон. А ты думаешь, что это Катерина убила? Я думаю, что Илья не убивал. И это главное. Сейчас, извини. Да, слушаю тебя, зайка моя. Я соскучилась. И что же мы теперь будем с этим делать? Приезжай. У нас по плану масса дел. Дел? Тебе понравится. Я жду тебя дома в студии. Ой, хорошо. Скоро буду. Пап, ты не подбросишь меня в студию? Подвезу. Куда же я денусь? Пошли. Стой, стой. Так. Заходи. Ага. Спасибо. Сел. Ага. Творческая лаборатория художника Олега Карловича. Курица слушаю. Олег Карлович, очень нужна твоя помощь. Ха-ха. Ромашка, привет. Что-то сразу помощь нужна. А спроси, как старик себя чувствует, какое у него настроение. Ой, прости. Как ты себя чувствуешь? Как у тебя настроение? Что нового написал? Я рад, что тебя интересуют мои творческие успехи. Сейчас работаю над композицией под названием «Сон винегрета» за три секунды до пробуждения. Класс. Я очень рад. И меня, правда, очень интересуют твои творческие успехи. Именно поэтому приезжай сейчас в офис Мамонтёнка и помоги мне. В офис кого? Мамонтёнка. Здесь Ксюша работает. И я тут пока живу. Не понимаю, зачем я тебе понадобился? Мне очень нужен твой креативный мозг. Пожалуйста. Так всё-таки, куда ехать-то? Адрес. Вышли смс-кой. Жду. Опять разбазаривать свой талант на этих малявок. Ну, почему я такой добрый, а? Привет. Привет. Ну, как тебе? Что? Ой, прости, пожалуйста, я постоянно забываю. Короче, я накупила кучу клёвых шмоток. Да ладно? Да. Это новость. Да ты не понимаешь, я их накупила тебе. Мне? Да, здесь есть всё. От ковбоя до... до менеджера с Уолл-стрит. Слушай, детка, спасибо тебе, конечно, большое, но куда я в этом во всём ходить буду? Да ты не понимаешь, через полчаса придёт профессиональнейший фотограф, который сделает обалденную фотосессию к нашей стране. А-а-а, маленькая идёт начала пиар-компанию, да? Да. Ты не против, я надеюсь? Да нет, это даже забавно. М-м-м, классно. Передо мной всё тот же Костик. М-м-м. Ну, давай переодеваться. А то скоро придёт. Слушай, слушай, Ди, ты, по-моему, ещё не наигралась в куклы. Нет. Да-то у меня будет прекрасная возможность наиграться в куклы, особенно если родится девочка. Так, с чего мы тебя... Мэй, айкамин? О-о-о, на силу нашёл. Господи, что это? Олег Карлович, ты ехал три часа. Ты же знаешь, я принципиально не пользуюсь общественным транспортом. Знаю, но даже на такси сюда можно было доехать, ну, максимум за час. Я и ехал на такси, просто очень долго его ловил. Видишь ли, среди московских таксистов очень мало истинных ценителей современного искусства. Что-то я не улавливаю в этом связи. Объясняю. На втором часу ожидания. Я наконец-то нашёл такого ценителя, и он доставил сюда художника. Бесплатно. Ясно. Тогда это просто чудо, что ты вообще добрался. Да. Ну, посмотри. Господи, что это? Это логотип для Стаськиного сайта. Я делал для неё сайт, ну, и интерфейс тоже нужно продумать. Помоги, а. Нет. Нет, я думал, что меня хотят вовлечь во что-нибудь стоящее, а я снова буду орудием для решения бытовых неурядиц и чьих-то мелких проблем. Нет, нет. Олег Карлович, помоги. Прошу тебя. Ещё никогда мне не был нужен так твой гений. Боже мой, какой кошмар. Это какой-то ужас, а не сайт. Юноша, у вас абсолютно отсутствует чувство формы и цвета, и это диагноз. Почему? По-моему, очень даже ярко. Ярко, но бездарно. А ну-ка. Ну, а теперь, человек-неумейка, смотри, как будет работать настоящий художник. Представь, как хорошо ты сейчас его видишь. Какая мы с тобой обалденная пара. О, это фотограф. Так, а кто у нас сегодня фотограф? Жора. Прекрасный выбор, милая. Ты что, сомневался в моем вкусе? Привет. Привет. Здорово, Жора. Костик, привет. Здравствуй. Я это, ты, ну, давно не виделись. Ты прости, что я тебе не позвонил, когда у тебя все это. Все, забей, забей. Так, все. Мальчики, не время сейчас для светской хроники. Смотри, задача. Формат. Жених-невеста в семейном гнездышке. Ориентация на семейные журналы и всякую ерунду. Времени у нас мало. У нас еще четыре смены костюма. Так, не надо, это, наверное, следующее. Все, все, поехали, поехали, распаковывайся. Так, поехали, 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 распаковывайся. Распаковывайся, Жора! Садитесь. Чаю? Нет, спасибо. Ксения, вы все-таки очень скромная девушка. В наше время таких не бывает. Яков Борисович, что-то с Костей. Я не ожидала, что вы мне позвоните. Нет, дело не в Косте. Вы нужны именно мне. Ну, вы же знаете, я нейрохирург. А еще я занимаюсь научными исследованиями. Различные сверхъестественные способности – это мой главный научный интерес. Да, это очень интересно. А Костя сказал, что вы как раз обладаете такими способностями. Я хотел пригласить вас принять участие в моей работе. Способности? Точно! Ксюша, ты же можешь видеть будущее, а ты можешь посмотреть. Илюшу освободят, а? Ну, ты же знаешь, как это для нас важно. Ну, пожалуйста. Лен, ну что ты врываешься? Потом, я не уверен, что озарений бывает, если просто о них попросить. Да нет, я попробую. Тем более, в последнее время мой дар усиливается. Илья Николаевна, знаете что? Дайте мне свою руку. Вы же ему близкий человек, и это может помочь. Илюшенька! Его освободят. Я не знаю, как и при каких обстоятельствах, но он вернется домой. О, Господи! Спасибо, Ксюшенька, хоть какая-то надежда. Ксения, а как это у вас происходит? Яков Борисович. Я могу об этом поговорить здесь, в гостях, но участвовать в исследованиях я не буду. Точно не буду. Вот, вот, правильно, давай смейся. Давай рожи корчить, это же хорошо. Смех, это же положительная энергетика, но... Да ладно, люди вас и так уже любят. Под насмотритесь, такая сладкая парочка. Да, мы такие. Опа, а это чего такая кислая мина, а? Устал, Костик? Нет, он просто тебя стесняется. Кого, Жору, что ли? А ну-ка, давай, давай. Дорогая моя Вивьен Ли, твой Кларк Гейбл готов. Ну тогда держи меня крепче, Кларк. Ну, эти исследования абсолютно безопасны. Но дело не в этом. А Потапов мне уже предлагал принять в них участие, но я отказалась. Откажусь сейчас. Ну, я не Потапов. Я знаю, просто я не хочу трогать свой дар. В последнее время он ведет себя очень непредсказуемо. Тем более. Разве он неинтересно узнать, как он работает? Вы понимаете, есть вещи, в которые лучше не лезть. Яков Борисович, я знаю, это работа для вас очень важна. Что случилось? Ты что-то увидела? Что-то с Ильей? Нет. Но вам надо опасаться одного человека. Потапова? Нет. Я не знаю, почему и как, но главная опасность – это Катерина. Опять она. Я не хочу верить ни одному твоему слову. Я не хочу больше слышать тебя и видеть. Я сдаваться не собираюсь. И Стаська меня простит. А ты ее любишь? Да я запутался, Ксюш, понимаешь? Мне нужны клиенты для моего бизнеса. Люди, которым нужно организовать праздник. Сообщите всем знакомым. Это логотип для Стаськиного сайта. Но и интерфейс тоже нужно продумать. Помоги, а? Еще никогда мне не был нужен так твой гений. Это ты убила Вадима. А Илья взял твою вину на себя. Ты должна пойти к следователю и признаться ему в убийстве. Кресса гудит. Дочь олигарха Потапова. Модель. Выходит замуж за талантливого, но слепого фотографа. Да ладно, люди вас и так уже любят. Такая сладкая парочка. Вам надо опасаться одного человека. Я не знаю, почему и как, но главная опасность – это Катерина. Радуги дороги в небесах, розовое утро на часах. Ветер тихо шепчет, не грусти. Чтобы не случилось все равно, счастье постучит в мое окно. Скажет нам с тобою по пути. Это не сон, не миражи. И впереди целая жизнь зовет туда, где вновь спешат. Исполнится мечты. Это не сон, все наяву. Просто люблю, просто живу. В реальном мире, там, где я и ты. В реальном мире, там, где я и ты. Я знаю, что тебя здесь нет. Но почему-то кажется, что отсюда тебе будет легче меня услышать. Помнишь, я говорила тебе, когда я решила семьи, я потеряла всякое желание жить. И оно вернулось ко мне только тогда, когда я решила, чтобы мстить. С тех пор вся моя жизнь была посвящена только этому. Ты был со мной. Ты поддерживал меня. Помогал мне мстить Гордееву. Но ты постоянно просил меня уехать и жить нормально. Ты так и не понял, что главное для меня было отомстить, а не строить планы на счастливую жизнь. По-разному у нас было с тобой, Вадик. Бывало и хорошо, это правда. Мне даже иногда казалось, что я счастлива с тобой. И я благодарна тебе. Правда, благодарна. Но в последнее время все изменилось. Во мне изменилось, понимаешь? Ты в этом не виноват. Знаешь, сколько помню себя, я всегда стремилась быть сильной, независимой, жесткой. Но, видимо, то короткое время, которое я прожила с родителями, оставило след в моей душе. Где-то в ней были любовь и тепло. А Илья, он сумел разбудить все это. И мне вдруг показалось, что я могу быть счастливой, что у меня есть будущее, что у меня есть шанс на нормальную жизнь. Но не с тобой. А с ним. Я знаю, тебе было сложно с этим мириться. и ты взял с меня плату за мою мечту. Слишком большой плату. Ты убил моего ребенка. Нет, конечно, ты не заслужил смерти. Так вышло, и я не хотела этого. Постарайся меня простить. Знаешь, Вадик, возможно, для тебя так даже лучше. И ты избавила тебя от страданий, от расплаты за все то, что ты сделала раньше. И теперь я сама отвечу за все. Наверное, так и должно быть. Может быть, это и есть справедливость. Сами можно вообще сами посидеть. Ты почти вовремя. А я уж было начал думать, что скучаю. Значит, все-таки поторопилась. Это зависит от цели звонка. Я хочу поделиться с тобой впечатлениями. Я тут поговорила с папочкой. Не иначе он предлагал тебе помощь в организации свадьбы. Нет. Он мне вновь предлагал организовать аборт. Очень настойчиво. Но ты ему сказала, что безумно хочешь сделать его дедом? Ничего я ему не сказала. Я вообще молчала. Говорил в основном он. Причем по поводу свадьбы стоял на своем. Говорит, что только через его труп. Ну, если он будет настаивать, скажи ему, что мы люди скромные, и такие подарки нам ни к чему. А вот это ты скажешь ему сам. Кстати, мои предки пока тоже не определились, как реагировать на очередное изменение моего статуса. На очередное? Да, видишь ли, с некоторых пор я стал слепцом, и они пережили это героически, а вот моя же нитка для них это полный перегруз. А что их смущает? Не знаю, мне кажется, это твой выбор. Мой? А может быть, мой. Затрудняет сказать, чей больше. Угу. Понятно. Не принимай это близко к сердцу, Дим. У них будет возможность узнать тебя получше. До свадьбы же есть еще время. Ну так давай не будем его терять. Ну, мы можем съехаться и начать жить вместе. Это блестящая мысль. Я готов приезжать хоть сегодня. Да, я так и планировала. Отлично. Для родителей это будет незабываемо. Я не сомневаюсь, только жить мы с ними не будем. А с кем? Ни с кем. Мы будем жить у тебя в студии. Нет, нет, Диан, подожди. В студию так не пойдет. А где же я буду работать? И вообще, мало ли что... Мало ли что? Больше не будет. А работать ты сможешь и там, почему нет? Так что будет очень даже удобно. Нет, ну это как-то... Я даже не знаю. Зато я знаю, Костя. Все будет просто замечательно. Поэтому не надо тратить времени. Собирай вещи, и я скоро за тобой заеду. Хорошо? Ладно, жду. А когда планируется торжество? Ага. Да, конечно, организуем. Угу. Да. Давайте я вам вышлю наше предложение. Угу. Записываю. Угу. Как еще раз? Угу. Да, я вам позвоню на днях. Ну, я думаю, сегодня-завтра. Всего доброго. Угу. Ничего не понимаю. А что случилось? Звонят. С самого утра звонят. Такой дикий ажиотаж. Третий клиент уже звонил. Откуда они нас узнали, я ума не приложу. Такое ощущение, что меня по телеку рекламируют. А может, это не так уж плохо? Да нет, не плохо, конечно. Круто вообще, но... Откуда такой ажиотаж, хорошо бы понимать? Обидно будет, я тут обрадуюсь. А на самом деле это розыгрыш какой-нибудь. А ты знаешь, вот кто-нибудь из клиентов позвонит, ты у него спроси, откуда он про тебя знает. Идея точно. Как только кто-то позвонит, я так и сделаю. Алло. Да, добрый день, организуем. Угу, понятно. Похороны? Нет, простите, похороны это просто не наш профиль. А, шуточные похороны. А что такое бывает? А кого хороним, простите, можно уточнить? Конкурентов. А еще один вопросик, а они в курсе, что это шутка? А-а-а! Поняла, поняла. Бренды конкурентов хороним, да. Да, хорошо. А просто не каждый день такие звоночки, сами понимаете. Хорошо, я думаю, нет проблем, организуем, конечно. Вы звоните. Угу. А подождите секундочку, а откуда вы узнали о нас? Из интернета? Здорово. Замечательно. Нет вопросов. Звоните. Да. Всего доброго, жду звоночка. Представляешь? Говорят, нашли наш сайт в интернете. Бред какой-то. Ну, это во всяком случае можно проверить. Замечательно. КОНЕЦ Здравствуйте, это Екатерина Павловская, адвокат Алиса Алиса. Да, у нас была назначена встреча с Борисом Станиславовичем. Я хотела попросить перенести ее. Нет, не на завтра, желательно на следующую неделю. Да, я понимаю, что у него напряженный график. Но в моем доме произошло убийство. Вы согласитесь, это непредвиденное обстоятельство. Хорошо, мы подумаем. Это Павловская, встреча отменяется, просит неделю. Что она опять задумала? Ну, по-моему, на этот раз она ничего не задумала. Она просит сместиться на неделю, сослышавшись на некоторые обстоятельства. А именно, она сказала, что в ее доме произошло убийство. Убийство? Любопытно. Не похоже, чтобы оно было сильно чувствительной. Какая связь с переносом встречи? Ведь не ее убили? Это слава богу. Отчего же? Было бы неплохо. Да нет, неизвестно, насколько это пошло бы на пользу делу. Да, не спорю. Убийство Алисы было бы нам гораздо полезней. Но что поделать? Придется радоваться тому, что есть. Ну, лишняя неделя нам не повредит. И все же я бы сильно не обольщался. Да тебе не надо обольщаться. У тебя работа другая. А вот я думаю, что Павловская не зря отказалась от встречи. Наверняка чего-то недоговаривает. Вполне может оказаться, что дела ее хуже некуда. Но мы это проверим. А вот видишь, что я прав. У меня хорошее предчувствие. Вот если только окажется, что она имеет прямое отношение к этому убийству. Может, она обвиняемая. Почему, кстати, и нет? Судя по ней, очень возможно. Ну, да. Только меня сильно настораживает подобное везение в таких серьезных делах. Как бы там ни было, нужно все очень подробно разузнать об обстоятельствах этого дела. И все, что возможно. Все. Использовать по максимуму. Ну, вот. Что это? А что там? Любые корпоративы, честные мероприятия, на земле, в воздухе, под водой. Служба сюрпризов и шоу Станислава и Феодораки. Какое совпадение. Какое совпадение, Ксюнь? Ты на номер посмотри. А что с номером? Этот номер телефона, это мой номер. И номер совпадает. А что это ты дурочку включила? На меня-ка посмотри. Зачем? Посмотри на меня. Так, говори. Откуда этот сайт взялся? Я не знаю. Я будущее вижу. А вот такие вот вещи не определяю. Честное слово. Стась, ну правда, я не знаю. Поклянись. Здоровьем моим, поклянись. Не буду глупостей. А глупости? Ну все ясно. Что ясно? Все ясно. Что все ясно? Все-все-все ясно. Вот расскажи мне, я хочу, чтобы мне тоже было все-все-все ясно. Ясно, чьих рук это дело. В смысле чьих? Ромкиных. Ромкиных рук это дело. И судя вот по этим украшательствам, еще курица тут лапу свою приложила. Не-не-не-не, быть не может. Ты что? Так, хватит уже. Тоже мне актриса погорела у театра. Могла бы получше отрепетировать этот спектакль. Такую лапшу на уши вешать, а? Ты меня совсем за дуру держишь, что ли? Я не знаю, о чем ты говоришь. Вообще мне идти надо. Надо же. Картины каких понаставлял. Откуда она взяла? Так, стоп. Ты куда? Я на работу опаздываю. Ах, на работу, да? Так, значит, передай своему дружочку, Роману, что сердце мое вот такими дешевыми приемчиками он не растопит. Я ему не какая-нибудь там пастушка. Или кто-то у вас в озерцах в деревеньке-то вашей еще обитает. Не, ну я, конечно, ему как бы передам. Угу. Но он не уверен, что он поймет, о чем ты. Поймет, поймет. Все, я пошла. Угу. И скажи ему, пусть пароль от почтового ящика на сайте мне пришлет. Угу. Кофе, Катя. Катя, спасибо. Угу. Извините, что мне пришлось отложить встречу с вашим мужем. Олеся Александровна, дело в том, что я попала в обстоятельства, которые сложно было предвидеть. Какие-то неприятности, Катя. Ну, можно и так сказать. Вернее, случилось несчастье. Я вам очень сочувствую. А вы не могли бы сказать, что, собственно говоря, произошло? В моем доме погиб человек. Это было убийство. Какой ужас. Да, и поэтому я пришла предупредить вас, что какое-то время не смогу заниматься вашим делом. Ну вот, проходи. Чувствую себя, как полноправная хозяйка дома. Да, именно так я себя сейчас и чувствую. Причем, вижу, что у меня дома полный бардак. Минуточку. Это специальный бардак, между прочим. Все лежит на своих местах. И не советую тебе наводить свой бардак, даже если он тебе покажется как порядок. Потому что, если я перестану ориентироваться в этом пространстве, тебе придется стать для меня прислугой. Понятно? Хорошо, заманчиво. Я вот просто даже пока не знаю, куда вещи-то свои положить. Как куда? В вещи, в шкаф, не знаю, зубную щетку, в ванную, комнату. Или что там у тебя еще есть? Ладно. Ладно. Пускай все будет как есть. Слушай, очень правильное решение. Ты сама скоро увидишь, как все само собой рассосется. Каким-то образом. А вот так. Я сам не могу объяснить физику этого явления, но вещи вот как-то сами собой куда-то деваются. Это из твоего последнего наблюдения, вероятно, да? Очень смешно. Что у нас там с обедом? Кость, я не знаю, что у вас там с обедом, но если я сейчас не поем, я не знаю, я просто умру от голода. Ди, только не говори мне, пожалуйста, что ты забыла дорогу к холодильнику. Не забыла. И мне там что-нибудь. Приготовь, пожалуйста. Ага. Что-нибудь приготовлю. То есть вы хотите сказать, что мне надо найти другого адвоката? Нет, нет, что вы. Я как раз хотела просить вас о том, чтобы вы не делали этого. Хорошо. А кто же тогда будет вести мое дело? Надеюсь, я сама доведу ваше дело до конца. Я просто хочу попросить о небольшой отсрочке. Думаю, что все решится в течение нескольких дней. Да-да, конечно. Несколько дней – это не проблема. Я подожду. Просто видите ли, Кать, мне очень нравится с вами работать. И я не хотела бы привлекать кого-то другого. Спасибо. Да не за что. Может быть, я могла бы вам чем-то помочь? Нет-нет, что вы. Ну, как скажете. Я думаю, я сама справлюсь. Лучше будет, если вы не будете сомневаться в успехе. Я вам обещаю, Кать. Так. Тебе крабовое мясо? Тебе крабовое мясо? И тунец. Спасибо. Филадельфия и Угарь-мни. Слушай, Диан, а ты не могла бы мне чаю налить, пожалуйста? Да, конечно. Вот он. Ага, спасибо. Слушай, а что такой несладкий? Можешь мне, пожалуйста, сахар добавить? Сколько тебе ложек? Две. Спасибо тебе, милая. На здоровье. Мм, еще кусочек лимончику, пожалуйста. Почему ты не мог сразу все попросить, а? Ну, если тебя, конечно, не затруднит. Спасибо. Что-нибудь еще? Знаешь, о чем сейчас подумал? Вот сейчас хорошо бы бурбончику капель 15 там в шкафу, а? Можешь тебя попросить, пожалуйста? А больше тебе ничего не сделать? Может, тебе сплясать здесь, а? Да, хорошо, конечно. Ну, ты извини, пожалуйста, что я тебя отвлек. Ты не обращай на меня внимания. Просто ешь и все. Что там с инвалидом связываться? Все нормально, я понял. Костя, дело не в этом. Ты нормальный человек. Какие-то элементарные вещи ты должен уже уметь делать сам. Это не сложно. Между прочим, через несколько месяцев помощь потребуется мне. Вообще, об этом думал, когда предложение делал мне? Привет. Привет. Ну, как там? Все в порядке. Стасике кто-нибудь звонил? Кто звонил? Ну, клиенты звонили? А, да-да-да-да-да. Ей с утра прям целая куча народ звонила. Я даже не ожидала. Круто. И что она? Ну, она сначала вообще не поверила. У нее было ощущение, что ей или это приснилось, или ее просто разыгрывают. Ну, и что дальше? Я надоумила ее спросить у клиентов, откуда они это знают. Она спросила, ей сказали, что из интернета. И? Мы нашли твой сайт. Только она меня раскусила. А ты чего? Я отпиралась как могла, конечно. Но она догадалась, она же не дура, Рома. Ну, ей это, ей хоть понравилось? Понравилось, конечно. Только она предупредила, чтобы ты не обольщался. Ага. В смысле? Она довольна. Только это ничего не значит. Но просила, чтобы ты ей прислал пароль от ящика на сайте. Да не вопрос. Но только это ничего не значит. Я все понял. Да. Добрый день. Ром, тебе пора. А, да. А можно? Конечно. Конечно, конечно, проходите. Присаживайтесь. Ну, рассказывайте. Не переживай. Все бытовые проблемы будут решены. Я же не единственный слепой в этом мире. Нас миллионы, а значит, таких, как ты, тоже немало. Угу. И чем же меня должна радовать эта статистика? Ну, во-первых, тебя должно греть, что ты в коллективе. Очень приятно оказываться в такой толпе. Мне кажется, тебя должно это побуждать быть терпимее. Куда уж терпимее-то? А во-вторых, есть специальные люди, которые помогают слепым адаптироваться к нормальной жизни. И, кстати, помогают их зрячим родственникам тоже. Ну, и где нам взять такого полезного человека? А, кстати, у меня есть такой специалист. А что ты молчишь? Сейчас, по-моему, самое время к нему обратиться. Так я как раз собирался звонить. А к тому же нам практически предстоит жить втроем. Так что тебе нужно с ней познакомиться. С ней? Это женщина? Ага. Молодая? Вполне. И как она? Ты знаешь, я думаю, тебе понравится. Ее зовут Варвара. Дело в том, что я сама не из Москвы. И даже не из области. А у нас что? У нас город маленький, работы нет. Понимаете? Понимаю. В Москве вроде все как-то получше, и с работы. Правда, стабильности тоже никакой. Но я обратно не хочу. Там уже невыносимо. Да и некуда, если честно. Я все это понимаю. Я все объясню. Дело в том, что я познакомилась с мальчиком. Ну, то есть с мужчиной. Он очень хороший, просто замечательный. Я забеременела. Я сама не думала, что так получится. И я была бы рада этому ребенку. Только я боюсь, что все может рухнуть. Почему? Потому что он ничего не знает. Ну, так вы ему скажите. А если не захочет? Ну, вы же сами говорили, что он хороший. Хороший. Ну, если вдруг он не захочет и скажет делать аборт. А я не хочу аборт. А если оставлять ребенка, то как я одна с ним? Я просто не знаю, что мне делать. Что с вами? Вам плохо? Нет. Нет, нет, нет. Знаете что? Я скажу, что вам делать. Так. Если вдруг тебе захотелось отдохнуть от создания шедевров, или вдруг у тебя закончились деньги на кисти и холсты, учти, у меня есть для тебя работенка. Также имей в виду, что бизнес – это вещь суровая, а я работодатель очень суровый, в нем выживают только хищники. Ну, насчет своей суровости, Станислава, можешь не распространяться. Вот как натерпелся. Кстати, а что у тебя такой за бузинес, а? Все тот же, все тот же. Корпоративы, мероприятия разные. Свадьба. Свадьба, да. Ну, ты давай поторопись с принятием решения, а то я могу нанять любого другого художника. Угу, угу. Ну, насколько я слышал, твой единственный клиент сегодня испытывает большие трудности. И если верить Уголовному кодексу Российской Федерации, вполне возможно, что ему придется перенести свою свадьбу на несколько лет. Или, может быть, я не прав? Да, вы не правы, дорогой, уважаемый Олег Карлович. Это далеко не единственный мой клиент. Клиентов у меня сейчас пруд пруди. Угу, а что же произошло? Ты нам-то расскажи, нам все же интересно. Ничего такого сверхъестественного. Просто Ромка сделала для меня сайт и немного его раскрутила. Какой молодец, значит, вы помирились, да? Ну, если еще не успели, так позже померят. Вот именно. Угу, ничего подобного. Почему? Подожди, Стась, ну, раз он тебе помогает, это же хорошо. Значит, он тебя любит. Значит, хочет, чтобы... Ну, чтобы все было хорошо. Мамочка, ну, мальчик, он хочет, мам. Создание сайта – это пустяк. И этого пустяка явно недостаточно, чтобы я его простила. Да, ну, что же, дорогие феодораки, поздравляю вас. Ваша дочь – настоящая пищница. Никита, верно, но откуда вы знаете? Я же вам не говорила. Вы не будете рассказывать ему, что вы беременны. Никита будет рад. Вот увидите, он нам скажет, что всегда хотел мальчика. А потом вы сходите вместе на УЗИ, и вы узнаете, что у вас будет девочка, и он вам скажет, что всегда мечтал о дочке. И он будет вас любить еще сильнее. Да откуда вы все это... С чего вы взяли? Все просто. Все очень просто. Я вижу будущее. Как это? Я... я не знаю, как это все происходит. Это факт. Вы не переживайте. Вы идите и расскажите все своему Никите. А потом позвоните мне. Договорились? Ну, даже не знаю. Обещайте мне! А если он не захочет, он будет счастлив. Гарантирую вам, вот увидите. Ну, ладно. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй, Костя. Варя, привет. Слушай, ты быстро добралась? А тут рядом. Хорошо. А вы уже познакомились? А, нет, пока еще. Значит так, Диана, это Варвара. Можно Варя. Варь, это Диана, моя будущая жена. А это, кстати, Варя, тот самый человек, без которого я просто не могу обходиться. Да, я поняла, уже очень приятно. Да, я тоже очень рада познакомиться. Ну, ты располагайся. Чувствую себя как дома. Спасибо, Кость. Я думаю, мы не будем тратить время и сразу же возьмемся за упражнения. Че, так прям с порога, что ли? А чего ждать? Не знаю, надо как-то чашечку кофе выпить, еще там... Диана, предложи что-нибудь. Кость, я с удовольствием выпью кофе, если ты сам мне его заваришь. Не вопрос. Так, кофе! Где у нас тут кофе? Кофе! А, вот оно. Кофе он. Вот расхожее заблуждение. Ты знаешь, кофе – это зерно. Оно среднего рода. Так же, как и проса. Это в стародавние времена, когда его называли кофе, и тогда называли он. Тогда еще фильм называли «Фильма». Надо же, как интересно. Я тебе еще не то расскажу. Кость, ну ты молодец. А то. Ну, здорово, старик. Здорово, Тарас. Как ты здесь вообще? Я отлично. Высыпаюсь. Высыпаешься? Да. А у нас многие думают, что ты тут как узник в Бастилии. Сидишь в казематах, питаешься крысами. У кого такая фантазия? Да у мелких в основном. Майка с Дани теперь только о тебе и говорят. Понятно. Что говорят-то хоть? Ну, хорошее, естественно. Да больше фантазируют. Про крысы, я понял. Не только про крысы. Они говорят, наш Илья – герой. лютого врага убил. Ну, так это правда? Правда? Ну, да, конечно. Кто же споет? Ты. Статуэткой по башке. Ты знаешь, Алюха, ты, конечно, можешь поступать, как знаешь. Но только, как говорят в таких местах, мне-то не лепи горбатого. Рассказывай, как все было. Спасибо, Варь. Да не за что. С таким учеником, как ты, просто удовольствие работать. Аккуратно. А с таким тренером, как ты, вообще можно расхотеть видеть. Так. Отдыхай. Пока. 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 Ну, как тебе? Нет слов, одни эмоции. Я же говорил. Ну, знаешь, уж лучше один раз увидеть. Слушай, а расскажи, как она вообще тебе, ну, внешне-то? Обворожительно, Костик. Так, я и думал. Ой, знаешь, я тут так устал от этих бесконечных, сложных занятий. Не могу себе представить, дорогой мой, не могу. Ты должна мне заменить родную мать. Я хочу выпить еще кофе с коньяком, а потом я хочу, чтобы ты меня укрыла пледом и почитала книжечку. Не надеюсь, дорогой мой. Почему? Да потому что. Потому что я видела, как ты носишься вокруг этой варвары. Так что все свои притворства можешь оставить кому-нибудь другому. Уж кофе ты можешь сам себе налить. Вообще, я приняла решение и хочу поставить тебя в известность. Решение? Ну-ка, ну-ка, интересно послушать. Интересно. Да, тебе будет очень интересно послушать. Потому что с этого дня мы найдем тебе другого специалиста. В каком смысле другого? А в прямом, мужеского рода и знаешь, лет этак на тридцать постарше. Да, да, да. То есть в твоем таком стиле, да? А то. А второе, мы переезжаем к твоим родителям. Когда? Прямо сейчас, немедленно. Хорошо, что я еще чемоданы не распаковала. А-а-а, зачем мы переезжаем к моим родителям? А чтобы мне не пришлось заменять тебе родную мать. Ну, чтобы ты мог воспользоваться ее услугами напрямую. Да брось, Ди, ты не сможешь там жить. Ты не представляешь, какой характер у твоей будущей свекрови. Она тебе будет методично проедать мозг. Ты недооцениваешь двадцатилетний опыт жизни с моей папочкой. Да. Поехали. Погоди. Мы должны еще кое-что обсудить. Обсуждать ничего не надо. Решение принято. Хорошо. Но у меня есть условия. И предупреждаю, не примешь. Останемся здесь. Привет. Давно ждешь? Нет, я только пришел. Садись. Ай, я очень рада тебя видеть. Я тоже очень рад тебя видеть. Ну, рассказывай, что у тебя на работе. Судя по тебе, все идет неплохо. Ты даже не представляешь. У меня такое чувство. Я просто счастлива. Правда, я счастлива. Счастлива? Здорово. Очень приятно это услышать от тебя. Пожалуй, я тоже становлюсь счастливым. У меня это впервые за долгое-долгое время. А может, вообще впервые в жизни. Рассказывай. Я помогла девушке. Понимаешь, она очень боялась рассказать своему парню, что беременна. А я воспользовалась своим даром. И увидела, что будет, если она ему расскажет. И убедила ее не бояться. Получается, мой дар действительно помогает. А я раньше думала, что это вообще невозможно. Но теперь очень важно, чтобы девушка прислушалась к тебе. Прислушается. Алло. Да. Счастливо. Она сделала все, как я сказала. Все сбылось. Ты молодец. Молодец. То есть, ты уедешь, а я останусь, да? Или что, думаешь, останемся вместе? В любом случае, я никуда не поеду, если ты не примешь мои условия. Что? Давишь мне на жалость, Костик, да? Что ты, дорогая, это ультиматум. Ладно. Черт с тобой. Говори свои условия. Ну, во-первых, мне очень нравится твоя нахальная решительность. Я пойду у тебя на поводу. Хочешь поехать к моим родителям? Поехали, но... Ну, говори. Никакой пятидесятилетний мужик не займет место Варвары. Хочешь, здесь будем жить, хочешь, у моих родителей, у твоих, не важно. Я буду заниматься только с Варей. Вот такие мои условия. Все ясно. Знаешь, я примерно так и думал. Вот и мне в тот момент было все предельно ясно. А теперь я окончательно запутался. А главное, я не понимаю, что она за человек. Вот такой она человек, Илюх. Непростой, конечно, но что поделаешь. Я так думаю, с простой бы у тебя башню так не сорвало. Мне казалось, что я поступаю так ради любви, и все было просто и понятно. Но теперь я не знаю, кого я любил на самом деле, Катю или женщину, которая никогда не существовала. Какой же ты упертый, Гордеев, а? А своим по-другому нельзя. Затопчете, инвалиды, затопчете. Тебя-то затопчешь, конечно. Ну так что? Ладно, так и быть. Потерплю я твою Варвару. Только вот чур не лапать ее во время ваших занятий. Что ты, дорогая, что ты? И в мыслях не было. Ладно, где там твои чемоданы? Давай помогу. Илюха, да я не понимаю, над чем здесь голову ломать. Если допустить хотя бы один шанс из ста, что она тебя действительно любит, то дело того стоило. Я не знаю, правда, решился бы я на такое или нет. Но мне кажется, что ты поступаешь правильно. По-мужски. И не слушай никого. Это только недавно благородство стало ругательным словом. Лично я тобой горжусь, братуха. Спасибо тебе, Тарас. До свидания закончено. И самое главное, Илюха, если она тебя действительно любит, она тебя здесь не оставит. А Ксюши дома нет. А я не Ксюша. Курица, что ли? Натюрморты рисовать, да? Стась, я к тебе. Да ты что? А это мне, Экебана, да? Чего? Зачем пришел, говорю? Давай начнем все сначала. Сначала? Сначала. А поконкретнее можно? С какого момента? Хотя бы со свиданий. А ты что, это пришел меня на свидание приглашать? Ну да. Пойдешь? Здравствуйте, Елена Николаевна. Диана, Костя. Мама, здравствуй. Ой. Ну вот видишь, блудными и самостоятельными мы были совсем недолго. Теперь вот вернулись в отчий дом, и Диана будет жить с нами. Если, конечно, вы не против, потому что мы и так наградно ли даже не предупредили. Ну что, я только за. Молодцы, что переехали сюда. Что вам там делать одним-то? Здесь же вам будет проще. Мам, это нам будет проще, а вам придется потесниться. И вообще на одного человека теперь в семье будет больше, да и через восемь месяцев родится еще один. Ну ж не знаю, способен ли наш дом выдержать такое нашествие. Ну что ты говоришь-то, а? Мы с твоим отцом от таком нашествии столько лет мечтали. Диана, а нас теперь здесь будут круглосуточно заботиться, холить и лереять. Ты готова к такому испытанию? Ой, мам, ты супер просто. Ну ладно, ладно. Мы пойдем распаковывать вещи, да? Слушай, мам, а что там у Ильи? Есть какие-нибудь новости? Нет, новостей нет. Все по-прежнему. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина Романовна. Можно? Да, проходите. Присаживайтесь. Я вас слышу. Мне нужно с вами поговорить. Ну, я понял, конечно. Давайте-давайте. Поговорим. У нас будет разговор частный или официальный. Я к тому, что записывать что-нибудь? Можете записывать. Я хочу сделать чистосердечное признание. Это я. Убила Вадима Носова. Знаешь, Вадик, возможно, для тебя так даже лучше. И теперь я сама отвечу за все. Мне казалось, что я поступаю так ради любви, и все было просто и понятно. Но теперь я не знаю, кого я любил на самом деле, Катю или женщину, которая никогда не существовала. Служба сюрпризов и шоу Станислава Феодораки. Передай своему дружочку, что сердце мое вот такими дешевыми приемчиками он не растопит. Просила, чтобы ты ей прислал пароль и течка на сайте. Да не вопрос. Но только это ничего не значит. И я все понял. Молодцы, что переехали сюда. Что вам там делать одним-то? Здесь же вам будет проще. Мам, это нам будет проще. А вам придется потесниться. Ну, ж не знаю, способен ли наш дом выдержать такое нашествие. Я хочу сделать чистосердечное признание. Это я. Убила Вадима Носова. Что бы ни случилось все равно, Счастье постучит в мое окно, Скажет нам с тобою по пути. Это не сон, не миражи, И впереди целая жизнь Зовет туда, где вновь спешат Исполнятся мечты. Это не сон, и все наяву. Просто люблю, просто живу В реальном мире, там, где я и ты. В реальном мире, там, где я и ты. Илья не убивал Вадима. Это я убила его. Как? Я схватила... Простите. Не волнуйтесь. Пожалуйста, попейте. Спасибо. Продолжайте, продолжайте. Я схватила статуэтку И ударила Вадима по голове. Вот. Продолжайте. Что? Ну, зачем вы это сделали? Потому что он, Вадим, Он сцелился из пистолета в Илью. И он мог его убить. Он бы убил его, я знаю это. Я не могла этого допустить. То есть вы защищали Гордеева? Да. Вы думаете, что Гордеев мог сам не справиться, И ему нужна была ваша помощь? Я не знаю, я не успела подумать. Все так быстро произошло. Вы верите мне? Илья не убивал Вадима. Он взял мою вину на себя. Понимаете? Понимаю, понимаю. Знаете что? Давайте сначала честно и с подробностями. Да, да, конечно, я вам все расскажу. Но поймите, что Илья не виноват. А сидит сейчас в камере. Его нужно отпустить как можно быстрее. Все не так просто, Екатерина Романовна. Ну так что, Стась, идем на свидание? Ну не знаю, надо подумать. Что тут думать? Я тебя что, на картошку что ли приглашаю? На свидание же зову. Ну, а можно подумать, ты понимаешь, чем одно от другого отключается. Конечно. У тебя еще такого галантного кавалера никогда не было. Я и дверь открою, чтобы девушку свою вперед пропустить. И плащик помогу снять, надеть. И стульчик пододвину. Я знаю, как доставить женщине удовольствие. Ну, вот. Отточил, значит, мастерство, да? Научился доставлять женщинам удовольствие, да? А я, значит, очередная, да? Да убери ты свою икебану, хоть мне этим денегом в лицо тыкать, а? Да я ничего не отточил. Я просто... У меня интуитивное знание женской природы и психологии. О, Господи, нашелся тут знаток женской природы. Болтун, ты понял? Да, да, болтун я. Язык мой. Враг мой. Ну, а чего ты теперь из-за этого не пойдешь со мной на свидание? С тобой пять минут поговоришь, уже тошнит. Какое тут свидание? Неправильно все это. Чего неправильно? Да все. Ссоры у нас с тобой были. Секс был. А походу, в ЗАГС даже был. Вот ребенок скоро будет. Даже ни одного нормального свидания не было. свидания, говоришь, да? Ну, хорошо. Я пойду. Стой, Стойка. Так, стоять. Стоять. Не сейчас. Мне сейчас куча дела. Давай. Потом. Попозже. Как скажешь. Хорошо. Я всегда, всегда готов. То есть, ты только позвони, я... Ну... Да вали ты уже. Хорошо. А? Стойка. А в чем сложность? Я вам все рассказала, сделала признание. Илья невиновен. Он взял мою вину на себя. Вы понимаете это или нет? Вот чего я точно не понимаю. Если вы убили Носова, если вы так заботитесь о Гордееве, что он лишнюю минуту посидит в камере, так почему вы раньше не пришли со своим признанием? Боялась. Я боялась последствий. Просто не хотела оказаться за решеткой. Вам это кажется странным? Нет. Это меня не удивляет. Так что же изменилось, что вы сейчас пришли с чистосердечным признанием? Вы перестали бояться? Да нет. Я и сейчас боюсь. Просто... Если я не отвечу за то, что сделала, пострадает человек, которого я люблю. Пострадает из-за меня. А я не могу этого допустить. Поэтому я здесь. Странно, что вы заговорили о любви. Да что ж тут странного? Слишком много лжи в ваших отношениях с Гордеевым. Вы врали человеку, которого, как говорите, любите. О себе. О покойном носу. Да знаете, как бывает? Человек сделает ошибку. Испугается этой ошибки. Делает другую ошибку. Врет. Потому что ему легче обмануть себя других, чем признаться. И из этого порочного круга очень трудно вырваться. Но есть такая вещь, как раскаяние. Понятно. Сначала вы обманывали любимого человека, теперь раскаялись. Что ж, такое бывает. Я не знаю, что мне делать сейчас. У меня дело встало. Что значит встало? Отпустите Илью, займитесь мной. Не получается. У меня теперь два человека с чистосердечным признанием. И кто из вас не виновен, мне нужно доказать. Вот. Тут я работаю. Здесь уютно. А тебе нравится? Да. Главное, я теперь знаю, зачем я здесь. Расскажешь, зачем? Понимаешь, раньше я думала, что я должна, обязана помогать людям. Но это было неправильно, никому ничего не должна. И каждый может спасти себя только сам. Просто я могу подсказать людям, сделать правильный выбор. Вот, когда я это поняла, мне стало легче. Я могу реально помогать людям, которые сюда приходят. Им просто нужна помощь. И я им помогаю, если получается. Тебя слушают? Иногда. Знаешь, здорово. Это здорово, что ты разобралась в себе. Внутренняя гармония усиливает дар. Это правда. Ты очень хочешь помогать людям. Это хорошо. Но, Ксюша, люди бывают разные. Я очень не хочу, чтобы тебя кто-то использовал в своих целях. Будь осторожней. Ты пойми, я тебя не учу, ни в коем случае... Нет, нет, я понимаю тебя. Я буду осторожна, обещаю. Ну и на правах строгого родителей я хочу узнать о институте. Ты будешь успевать в институт? Я думаю, все будет в порядке. Я постараюсь совмещать, а если уж не получится, то я уйду отсюда. Я тебя не подведу, обещаю. Ну, к тому же, мне нужны деньги на квартиру. Вообще, жить как-то надо. Ксюша, если тебе нужны деньги, я отдам. Нет, нет, не надо. Что значит не надо? Во-первых, для меня это не проблема. А во-вторых, даже если бы это было для меня проблемой... Нет, нет, я сама. Мне очень нравится, что ты говоришь, я сама. Но все равно я хотел бы тебе еще чем-то помочь. Ксюша, тут такое дело. Я очень тебя хочу познакомить с одним человеком. Алексей Николаевич, здравствуйте, Ксюша, привет. Извините, просто мне нужно переодеться. Простите, я очень опаздываю. Стаська идет со мной на свидание. Мне очень нужны деньги на ресторан, а в центре английского языка, где я работаю, там заплатят только через месяц. Поэтому я иду разгружать апельсины. Жизнь налаживается. Стаська, поздравь меня. Я сегодняшний день свободный человек. Мне наконец-то дали отпуск. Это по этому поводу торт? Да. Потому что еще мне сразу дали отпускные. Я-то думала, мне их день через десять с боем вырвать придется. А нет. Дали сразу, представишь? Ну и что это значит? Что? Ну что? Ты купишь себе новое платье? Курица затарится новыми красками. Нет. Мы наконец-то можем поехать в отпуск. По горящей путевке. Стаська, море. Господи, как же я давно о нем мечтала. Ты знаешь, я не была на море шесть лет. Ведь именно там с Олегом мы были по-настоящему счастливы. Море, солнце, любимый муж, вот и все, что мне нужно. А где он? Олег, ты дома? Юрочка, а его нет. Нет, вот представляешь, утром ему предложила работать, ну вот у меня, на организации праздников. Он ничего мне не ответил и куда-то ушел. А, ну понятно. Пошел опять оставлять следы своего творчества. И опять его сегодня побьют. Ну что, он придет злой на весь мир, а я его обрадую, правильно? Слушай, пойдем попьем со мной чайку, а? И маму зови. Ирка, я думаю, у меня мутись от него опять будет. А вот мама позову. Так, подожди-ка, а что у тебя за цветы? Ромка пригласил на свидание. Пойдешь? Пойду. Значит, мириться будете? Ну что, дело хорошее. Мириться? Нет, Ирка, тут другое. Я вот, понимаешь, хочу, чтобы он снова меня в себя влюбил. Вот он сказал одну такую поразительную вещь. Говорит, вот все у нас с тобой было, а свидания не было. Говорит, так не пойдет. Вот, смотрю на него, смотрю и диву даюсь. Вроде деревня, деревня, а иногда, как скажет, такую тонкую деталь подметить, а? Вот я думаю, прикидывается, может, дурачком, а? Ой, Стаська, кто же знает, прикидываются они или нет. Вон мой тоже, сколько мне нервы мотает. Денег нет, детей не рожаем. Я вон бьюсь, как рыба о блюд. Бегаю, бегаю, что-то. Что с мужиком, что без мужика. Иногда так думаешь, господи, послать их. Ой, все это, и работу, и его с его кисточками, все, и уехать вон, к маме в Хабаровск. А он ведь как чувствует, так иногда, знаешь, посмотрит на меня, так как-то скажет. В общем, все забываю, все прощаю. И нет его дурака такого родней. А ладно, пойдем. Пойдем чай пить. Сейчас. Цветы отнесу. Ирка. А? Ой, ты знаешь, я что-то волнуюсь. А что? У меня свидания тысячи лет не было, а тут еще не просто свидания, с отцом своего будущего ребенка. Да. Как все пройдет-то? Я не знаю, что мне делать. Кость! Костя! Мамать, он не видит, еще не слышит. Костя! Что? Нам нужна еще одна комната. Зачем? Потому что у меня все мои вещи не помещаются в твой шкаф. Давай пойдем и купим новый шкаф. Не надо ничего покупать. У нас в конце концов есть еще одна комната. Вон комната твоего брата. Он сейчас тут не живет. Мы вполне можем ее занять. Ну, ты лихо освоилась вообще-то. Нет, Илюхину комнату мы занимать не будем. Он скоро вернется и пусть все останется так, как есть. Давай ограничимся шкафом, пожалуйста. Его здесь ставить некуда. Посмотри. Ну, слушай, хватит рычать. Я не рычаю, я просто говорю, что я так долго не вытерплю, потому что места мало, а народу много. Здрасте, я ваша тетя. Сама говорила, что я хочу сюда, типа здесь народу много. Не передергивай, пожалуйста. Мила, я просто думаю, что ты избалованная девочка, которая не может просто поступиться своим комфортом и ради своего гардероба готова по головам идти. Да хамло. Я тебе только что сделал комплимент, потому что мне твоя стервозность нравится. Ладно, давай сюда наушники, я буду музыку слушать. Не дам. Давай. Не дам. Я стерва, сам сказал. К тому же еще позволено помнить беременная. Вообще, между прочим, мне внимание нужно в 20 раз больше, чем ты мне выгляишь. Музыку мы могли бы слушать вместе. Ну, хорошо, давай послушаем музыку вместе. Не хочу музыку. Хочу кино. Очень удачное предложение. Особенно я смогу посмотреть кино, да. Ну, я буду твоими глазами. Ну, давай, а? Давай. Включай телек. А где пульт? На столе там, посмотри. На столе нету. Это, а то это, в этом музыкалке. Нету. А, ну, ну, все понятно. Здесь побывал мой младший братец. Наверняка, утащил пульт в сарай. Он там какие-то эксперименты все ставит. Эксперименты? Да. Так что придется тащиться сейчас туда. Класс. Ну, пошли. Пошли, пошли. Пошли в сарай. Что думаешь, я одна буду по твоему огромному дому шататься? Синюшки. Так. Это мне не понадобится. Это тоже ни к чему. Ну, это туда же в шкаф. Я не понимаю, Ир. Ты что, ты там голая, что ли, собираешься ходить? А я там вообще ходить не собираюсь. Буду лежать под пальмой, и все. А мой пускай пейзажи пишет. Он говорил, что ему нравятся морские пейзажи. Вот я ему такую возможность и предоставлю. Ой, романтика. А мы с моим Феодоракей либо лаемся, либо он в гараже пропадает. Я даже подумала, что у него любовница. Да ты что? Да, уходит в гараж, и все, с концами. И главное, возвращается тут такой довольный. Я думаю, что это он из гаража и такой довольный? Ну, не иначе любовница. Следить пошла. Правда? Ну, думаешь, сейчас я их застукаю и убью обоих? А оказалось, в гараже с машиной возятся. Как я расстроилась. А что расстроилась-то? Ты чего? Я два часа у этого гаража проторчала, да еще под дождем. Тьфу. Да, слушай, женская логика непредсказуема. Ой, как я тебе завидую. На море. Покажешь себя во всей красе. Ну, что, фигуры есть, чего не показать-то, да? Да и мой, пускай посмотрит, а то же он меня не видит совсем. Слушай, твой-то налево не посматривает, а? Пускай попробует. Я ему все его кисти переломаю. Ой, чуть не забыла. Парео, мое любимое. Так, все. Осталось дождаться моего художника и купить новый чемодан. Но я с этой бандура не поеду. Скоро будем. Диан, а тебе, наверное, так прохладно? Все-таки осень уже на дворе. Да нет, нормально, спасибо. Скажите, а Данила в сарае? Кажется, да. И все-таки я хочу, чтобы ты переоделась. Я волнуюсь. Да не переживай все так, там не холодно, правда. Тем более, мы до сарая и обратно. Да, и скоро уже можно за стул садиться? Да, кстати, я голоден вообще, не знаю как. Диана меня не кормила тысячу лет. Ну что ты врешь? Мы суши только что ели. Да я хочу нормальной пищи, простой. Мясо и картошку, вот мой девиз. Ну вот это я тебе не приготовлю, извини, не умею. Это не так сложно. Ну, учиться пока тоже я не хочу. Мы всегда можем заказать еду из ресторана, как мы это всегда делаем. Да, Кость? Да не парься, иди. Нам это не понадобится, пока мы живем с мамой. О, еще один плюс в совместной жизни с родителями. Да, подруга, а ты умеешь быть обходительной с малознакомыми людьми. Я что, что-то не то сказала? Ну, не знаю, ты хотя бы могла попытаться понравиться моей маме. А зачем? Кость, пошли за нашим пультом. Дядя, ты вообще одета? Да, одета. Что, тоже решила волноваться за мою здоровье? Нет, я волнуюсь за маминой здоровье. Она вообще в шоке сейчас была, ты не заметила? Нет. Так, во что ты одета? Ну, как во что, в домашние, в шортики черные твои любимые, розовую мальчика. Ну, что? Да, хотел бы я сейчас увидеть лицо моей мамы. В нашей гостиной пока еще так никто не ходил. Пошли. Пойдем. Ура. Ведите заключенного. Свободен. Гражданин Гордеев, я должен вас проинформировать о том, что гражданка Павловская сделала чистосердечное признание, что именно она убила гражданина Носова. Я проведу очную ставку с целью уточнения противоречий в деле об убийстве гражданина Носова. Напоминаю вам, что в соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации вы не обязаны свидетельствовать против самих себя, близких и родственников. Также предупреждаю вас об уголовной ответственности за дачу ложных показаний или отказ от показаний по статьям 307-308 УК РФ. Итак, гражданин Гордеев, знаете ли вы гражданку Павловскую? Если да, то в каких отношениях вы с ней состоите? Да, я знаю. Это Катя, моя невеста. Гражданка Павловская, знаете ли вы гражданина Гордеева? Если да, то в каких отношениях с ним состоите? Мы знакомы. Илья мой жених. Очень хорошо. Противоречий нет, но может быть так мы легко и закончим, как начали. Если у нас есть чистосердечное признание гражданки Павловской. Гражданин Гордеев, вы отказываетесь от своих показаний? От своих показаний я отказываться не буду. Носова убил я. Илья, я прошу тебя, хватит на себя наговаривать. В том, что произошло, только моя вина. Не слушайте его, это я, я во всем виновата. Ну и что? Мне теперь прикажешь каждый день по дому ходить, как будто я на приеме у английской королевы? Что, расслабиться вообще нельзя будет? Расслабиться это как? Принимать воздушные ванны по утрам топлив? Нет, дорогая, у нас большая семья, и мы должны придерживаться правил. Ну что, пульт нашла? Да нет, не нашла. Ну поищи на столе, там... Я ищу, ищу, все, отсмотрела уже. Кость! Вот пульт. А как же кино? Все, не будет кино, привыкай. К чему привыкать-то? К тому, что в доме ребенок, и от неожиданностей и неприятностей всяких, мы не застрахованы. Не хочу я к этому привыкать и не буду. Придется. Ведь у нас скоро будет с тобой тоже большая дружная семья. У нас с тобой будет ребенок. Это я, ты и он. Трое. Минуточку. Я хотел минимум троих детей, а в идеале пять или шесть. Ой, не смешно, Кость. Если хочешь десяток детей, тогда, знаешь, заведи себе гарем. И тогда уже со спокойной душой плоди население этой страны. Не получится. Вот именно сегодня я собираюсь стать верным моногамным мужем. А ты будешь матерью-героиней. Расскажите-ка нам, кормили это семейство, как вы собираетесь всю эту ораву кормить, а? Ки-ши-ши, мы жить-то будем. Или что, нищету плодить нехорошо? Спокойно, мадам. От вашей любви я прозрею и стремглав, словно ветер, понесусь зашибать эти самые миллионы для нашей семьи. Дурака. Не издевайся. Ну что-то и в мыслях не было. Подожди. О, скажи спасибо, Милки, спасла тебя. Антону приедушила бы тебя своими руками. Аля! Да, Милочка, привет! Да хочу, конечно, давай, да, давай встретимся. Нет, помнишь ресторанчик на Пречистинке? Да, 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 вот там, давай, мне он очень понравился. Хорошо. Да, ну, ладно, давай, да, буду. Ага, ага, пока. Извини, дорогой, пойду-ка я прогуляюсь, раз уж кино не будет. А ты надолго, дорогая? Возможно, дорогой, возможно. А что, будешь скучать? Конечно. И одеться не забудь. спасибо. Спасибо. А ты всегда кушаешь в ресторанах или кафе? Нет. Я обычно ем дома. Но если только по какому-то случаю, тогда в ресторанах или в кафе. Сейчас как раз такой повод есть. Ксюша, я хочу познакомить тебя с женщиной, которую люблю, и для меня это очень важно. Так ты не один? А я думала... После смерти мамы я был один. все изменилось совсем недавно. Вот она. Добрый день. Здравствуйте. Познакомьтесь. Это Алиса Александровна. А это моя дочь, Ксения. А мы знакомы. Помните, мы с вами разговаривали в салоне у Василисы в эзотерическом? Ну, конечно, я помню, Ксюша. Алиса, присаживайся. Спасибо. Я... Я очень рада познакомиться с тобой в новом качестве. Так, значит, у вас теперь все хорошо? Ксюша, если бы я тогда прислушалась к твоим советам, то избежала бы многих бед. Но сейчас, кажется, все налаживается. Вот он где. А я тебя бегаю и ищу везде. С возвращением. Ты бы хоть позывные какие подавал, Кость. Тарас, какие позывные? Мне что, нужно было колокольчик на шею повесить, ходить мельчать? Поздал бы, я бы откликнулся. Слушай, посмотри, тут все безнадежно, да? Ну-ка. Да вроде нет. А ты зачем его разобрал? Варя на задание, что ли? Да нет, а Данька разобрал тоже мне. Ну-ка, давай батарейки. Вроде все. Порядки. Теперь надо на технике проверить. Костя, слушай, чего хотел спросить? А у тебя когда с Варей следующее занятие? Ты что, хочешь ее увидеть, что ли? Да? Я только о ней думаю. Понятно. Знаешь, тут такое дело, она к нам в студию, когда приезжала, Дианка чуть от ревности не лопнула, представляешь? Так чего, выходит, она не скоро приедет теперь? Почему не скоро? Могу и позвонить, она девушка отзывчивая. Ну что, звонить? Ты готов к взятию этой крепости, а? Звони, готов. Варя. Алло, да. Да, Варь, привет, это я. Слушай, я понимаю, что ты сегодня к нам уже приезжала, но у меня к тебе просьба, не могла бы ты еще раз к нам приехать? Да. Ты знаешь, только я не в студии, а у родителей дома. Хорошо. Да. Все, до встречи. Ну, а чего? Сказал, приедет. Скоро. Она согласилась? Да. Сказала, приедет. Слушай, Костя, а я как, нормально выгляжу? Ой, то есть, в смысле, может, мне понаряднее одеться, а? Слушай, да расслабься, расслабься. Все было не так. Когда Вадим выхватил пистолет, я схватила статуэтку и ударила Вадима по голове. Вадима ударил я. Он направил пистолет на меня, потом направил на Катю. Мне пришлось зачищать. Так хватит, это не очная ставка, а? Басня какая-то. Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит вот кукушку. Да. Вы оба хорошие, честные люди. И оба годитесь на роль убийцы. Но убийца нужен мне один. Последний раз спрашиваю, кто нанес удар Носову? Я. Это был я. Все, стоп. Очная ставка завершена. Будем проводить следственный эксперимент. Соберем следственную группу, выйдем на место преступления. Сазонова дай мне. По поводу убийства Носова. Давай прокатимся на место преступления. Мам. Мне нужны деньги, мам. Вкусненького захотелось. Возьми у меня в кошельке. Мам. Мне нужно много денег. Много? Насколько много? Очень много, мам. Мне звонят клиенты постоянно. У меня куча заказов. Мне нужно устраивать праздники. А у меня нет для этого начального капитала. Так тебе не деньги нужны, а капитал. Может, вы поможете мне с папой на первых порах? Я вам все потом верну. С процентами обещаю. Стас, да ты чего? Я бы тебе и без процентов помогла. Только нечем. У нас с папой нет сбережений. Совсем? На черный день даже нет? Совсем. Мам. Ну, придумай что-нибудь, а? А что придумывать-то, если нечего придумывать? Ну, мам, может, кредит возьмете в банке, а? Стась, ты знаешь мою позицию насчет этих банковских кредитов. Только если смертельный случай. Мам, ну, может, продать что-нибудь, а? А чего продать-то? Ну, что-нибудь не нужно. Да где у нас не нужно-то, Стась? У нас все нужно. Для ненужного места надо. Вот будет у нас нормальное жилье, тогда и накопится ненужное. Вот, тогда хочешь продавай, а хочешь на мусорку выноси. Курица вернулся? Нет, не приходил еще. Слушайте, Олега как корова языком слезала. Трубку не берет, на звонки не отвечает. Мам, ну так что мне делать-то? Чего-чего? К родам готовиться или вот мне помогать? Мам, да вечно ты свою уборку, а? Я лучше с папой поговорю. А как вы познакомились? Мы знакомы очень давно. Твой папа работал с моим мужем, с которым я сейчас развожусь. Подождите, вы... Вы жена Потапова? Того самого? Да, того самого. Значит, Диана ваша дочь? Ты знаешь Диану? Я... Да, мы знакомы немного. У нее ведь скоро свадьба, она выходит замуж за Костю Гордеева. И у них будет ребенок. Да. Диана сама еще ребенок. И такая фантазерка. Мама? Мама, а что ты здесь делаешь? Мама, Костя! Кость! Варя идет! Что? Так, все запомнил. Женщины любят настойчивых. Давай, не подведи меня. Да, запомнил. Хорошо. Давай, прячься. Аккуратно только, Кость! Аккуратнее голову, Кость! Вот! Ногу спрячь! Тарас! Привет! О, привет, Варя! А Костя здесь? Да нет, он меня вот попросил мотоциклом заняться и... А сам он где? Ну, мне Елена Николаевна сказала, что он здесь. Почему здесь? Нет. Странно. Подожди. Ты, это, устал, наверное, с дороги? Присядь, отдохни, поболтаем, посидим. Спасибо. Мне просто нужно Костю найти, потому что он мне позвонил и сказал, что я ему зачем-то нужна. Ну, так если нужна была бы, и не пришлось бы искать. Правильно? А, может, сходим куда-нибудь вместе и... Что? Ну, в смысле, мы с тобой, ну, там, в ресторан, или в кино, или... еще куда захочешь. Я хочу найти Костю. Тарас. У меня есть молодой человек, но мы ходим с ним в рестораны и в кино, и меня действительно не интересуют другие отношения. Удачи с мотоциклом. с мотоциклом. Угу. Осторожно, Костя. Аккуратно, аккуратно. Давай, я тебя держу. Давай руку. ну, ты и валенок. Да я уж понял. пап. Пап! А-а-а! Привет! Доча, привет, родная. Я тебе броды принесла. О-о-о! Чаю. О, тихо-тихо, куда-куда-куда? Осторожно, царапины будут. Пап, ты че? Какие царапины? Она ржавая. Ну, это так оно, с виду такая. А на самом деле она у меня красотка. Давай я сама. А я чувствую, уже голод меня припек, дел полно, останусь тут до вечера. Что мать делает? Да ничего не делает. Фигней мается. Молодец. Нет, чтоб со мной прийти, кислала дочь. Тихо-тихо-тихо, давай сюда. Пап, никто меня не присылал и сама пришла. Тем более. А что ты тут делаешь? Какие у тебя тут дела? Ну, ты что? Тут что-то дел, знаешь. Барахло надо разобрать, чтобы оно не гнило. С инструментами нужно. Смазать что-то нужно. Ну, полно дел. Бабуль, а за сколько это все можно продать? Я не понял. Пап, ну, мне деньги позарез нужны. Ну, давай продадим это все барахло. Машину, гараж, вот это вот все. Ну, что ты тут торчишь целыми сутками? А даже поесть нормально не можешь. Ты, ты поэтому мне сюда это все перенесла, да? Поесть? Из-за денег, да? Да нет, пап. Думаешь, я поменяю мою ласточку на твои бутербродыща? Пап, да нет, ну, я тут в первую очередь все тебе, я думаю, деньги – дело десятое. Ну, что ты тут торчишь, тратишь свое время на эту развалюху? Она все равно не ездит. Все, Стасия, до свидания. Помешай мне. У меня есть дела, ты давай со своим чаем и бутербродыща. Что это у вас за компания такая странная? Диана, ты уже знакома с Ксенией? Допустим. Я просто не понимаю, что у вас может быть общего. Ксюша пришла попросить за одного своего друга. В ресторан пришла попросить? Да. И ты его прекрасно знаешь, его зовут Рома, и он ищет работу. Опять он? Алексей Николаевич, я хочу вам сказать, что этому Роме работа не нужна. Или точнее так, он ее сам найдет. Знаете, официанты, дворники всегда нужны. В Москве такой работы завались. Я вас настоятельно прошу, ему не помогать. Он этого не заслужил. Хорошо? Мам, можно тебя на секунду? Диана, какая муха тебя укусила. Мам, я надеюсь, ты ей не сказала, что у меня ребенок от Ромки? Нет, что ты. Никому. Ты меня поняла? Никому. Потому что, если вот это узнает, то узнает и Ромка. И тогда он от меня вообще не отвяжется. Понятно? Ну, конечно, Дианочка. сейчас, подожди. Да, Мил. Как не можешь? Милка, ты меня сама выдернула? Да иди ты к черту! Дура. Все, я ушла. Все, пойдем, проводишь меня. Да, да. Извините. Ты меня стыдишься? Что? Ты не сказал Диане, что я твоя дочь. Ты меня стесняешься? Девочка моя, ну что ты говоришь? Что ты говоришь? Я очень люблю тебя, я горжусь тобой. И именно поэтому мы должны держать наши родственные отношения в тайне. Я не понимаю. Ксюша, я не хочу, чтобы Потапов узнал, что ты моя дочь. Иначе он может использовать тебя в своих целях. Вот и все. Ты бы вместо того, чтобы обзываться, лучше бы сказал, что я сделал не так. А ты сам не понимаешь? Я все делал, так, как ты мне говорил. Я был уверенный. А она, в общем, у нее друг есть, поэтому я пролетел. Да будь у нее хоть сто друзей, если ты все правильно сделаешь, ты станешь для нее единственным. Ну и что я сделал неправильно? Да все. Ты ее не приглашал, ты ее продавливал. Она тебе про Фому, ты ей про Ирему. Надо как-то гибче быть, что ли, подстраиваться под ситуацию. Сказал бы, а пойдем вместе Костика поищем, а там тобой, глядишь, пригласил бы ее куда-нибудь. А ты заладил, его здесь нет, его здесь нет. Ты всегда такой недотепа с женщинами. Ну и какая разница, сразу я ее пригласил или по ходу дела? Суть-то не в этом. Ну тогда я вообще удивлен, почему ты сразу ее не потащил в постель. Главное же суть. Да при чем здесь постель, Кость? Ты пойми, суть в другом. Я семью хочу, нормальную, понимаешь? Чтобы у меня жена была, а у Майки мать. Ну конечно, тогда бы сразу подошел и сказал, Варвара, я делаю вам предложение руки и сердца, хочу каждый день завтраки, обеды и ужины, чтобы выходили на родительские собрания вместо меня. На секс не претендую, она бы тебе сразу в руки кинулась. Серьезно, что ли? Тарас, ты валенок. Ну и что мне делать? Я так вообще без жены останусь, а Майка без матери. Не знаю, Тарас. Ума не приложу. Есть, конечно, излечимые случаи, а есть безнадежные. Папа, да хватит пилить, пожалуйста, башка уже трещит. Ну папа, папулечка. Улечка. Ну да, при беременности бывают частые головные боли. Вот помню, когда мать тебя носила. Да у меня не от беременности головная боль. Потому что мне деньги нужны для бизнеса. Тьфу ты, ты уже разберись, или ты рожаешь, или ты бизнесом занимаешься. А я могу и то, и другое, пап, да. И мне помощь нужна небольшая, начальная, финансовая, пап. А вам никому-то мне дела нет. Всем плевать на меня. Стась, я за тебя кому угодно голову откручу. Но вот ласточку мою не трогай, понимаешь? Продавать я не буду. Не буду, не хочу. И я это не сделаю. А вот бока намять твоему Ромке, это с перевеликим удовольствием. Все. Пап, да ты гений. Как же у них в голову раньше не пришло? Ромка же сейчас для меня все, что угодно сделает. Вот он мне деньги и найдет. Что, тебя нарисуют, что ли, а? Зря смеешься, пап. Он на такой сайт отгрохал. У меня телефон разрывается, все время звонят люди. А я его даже отключаю. Не сказать им нечего, понимаешь? Сейчас я ему позвоню. А, стоп. А что это я ему, значит, позвоню, скажу ему, что мне его помощь нужна. Он обрадуется, значит, решит, что я упростила и что мне больше завоевывать, что ли, не надо? Нет. Спасибо. Пускай сначала завоюет. Вот зараза! Где деньги-то взять, папуль? Можно уже? Да пили. Так, понятые, пожалуйста, проходим сюда. Итак, сейчас мы проведем следственный эксперимент в целях выяснить, кем и как был убит гражданин Носов. Сначала свою версию нам расскажет обвиняемый Гордеев, а затем гражданка Павловская. Она сидит в машине. И тогда, может быть, мы узнаем, как все было на самом деле. В последний раз спрашиваем, кто нанес удар Носову? Я. Это был я. Все, стоп. Общенная ставка завершена. Мы будем проводить следственный эксперимент. Курица вернулся? Нет, не приходил еще. Слушайте, Олега как корова языком слезала. Трубку не берет, на звонки не отвечает. Диана, ты уже знакома с Ксенией? Допустим. Я просто не понимаю, что у вас может быть общего. Ксюша пришла попросить за одного своего друга. Мам, я надеюсь, ты ей не сказала, что у меня ребенок от Ромки? Нет, что ты. О, привет, Варя. Привет. Может, сходим куда-нибудь вместе и... Тарас, у меня есть молодой человек. Ксюша, я не хочу, чтобы Потапов узнал, что ты моя дочь. Иначе он может использовать тебя в своих целях. Сейчас мы проведем следственный эксперимент. И тогда, может быть, мы узнаем, как все было на самом деле. Радуги, дороги в небесах, розовое утро на часах, ветер тихо шепчет, не грусти. Чтобы не случилось все равно, счастье постучит в мое окно, скажет нам с тобою по пути. Это не сон, не миражи, не впереди целая жизнь. Зовет туда, где вновь спешат исполнятся мечты. Это не сон, все наяву, просто люблю, просто живу в реальном мире, там, где я и ты. В реальном мире, там, где я и ты. Вот ты где. Илью и Катю привезли. Куда? Зачем? К дому Кате. Я хотела подойти, но полицейский меня не пропустил. Говорит, проводит следственный эксперимент. Илью уже завели в дом, а ее держат в машине. Понятно. Что тебе понятно? Зачем Илья это делает? Да с чего ты удивляешься? Что взять с этого клинического идиота? Сейчас там все разберутся, кто, где, чем ударил, кого ударил. Думаешь, его отпустят? Да куда они денутся? Мы с тобой без всяких следственных экспериментов знаем, что Илюха не мог убить по определению. вы стояли здесь. Да. Они спорили. Они это кто? Катя и Вадим. Это гражданка Павловская и убитый Носов. О чем они спорили? Вадим обвинял Катю, что она якобы сломала ему жизнь. Он объяснил, как она это сделала? Что? Разрушила жизнь. Конкретно нет. Гордеев, что я каждое слово из вас тащу клещами, а? Ну рассказывайте! А особо рассказывать нечего. Он нервничал, достал пистолет, навел на Катю, стал угрожать, сказал, что пристрелит ее первый. Дальше? Дальше я взял статуэт. Дальше я ударил его. Показывайте. Сколько раз? Один. Он упал? Конечно. Ясно, хорошо. Петрович, уводи. Куда? Нет, в другую дверь. Ты снова тут запоют дуэтом. Давай подозреваем ее. Папа, там полиция. Я уже давно наблюдаю. И где-то там Илья. Смотри. Катя из полицейской машины вылазит. Майка, я тебе сколько раз говорил, не вылазит, а вылезает. Это во-первых. А во-вторых, вылезает змея, а человек выходит. Интересно, что она там делает? Пойду, посмотри. Тебя там только не хватало. Будь здесь. Потом все равно не пустят. А я скажу. Ты знаешь что? Ты мне лучше скажи, как у тебя дела в школе? Привет. Ой, Варя. А, познакомьтесь, это моя дочь, Майя, а это Варя. Привет, Майя. Здравствуйте, Варвара. Боже мой, неужели вот эта серьезная барышня твоя дочь? А вы думали, сын? Ого. Правду говорят, если девочку назвали Майя, с ней приходится маяться. А я слыхала, что любопытные Варваре на базаре нос оторвали. Спасибо, что предупредила. Я теперь на базар не шагу. Ты не видел, кстати, Костю, вот я ищу, ищу его. Да он вроде в сарае был. Ну, пока, Майя. Детский сад. Пойду. Хотя, с далека на Илюшу посмотрю. Ну, а если повезет, подойду поближе. Спрошу, как он там. Вряд ли получится, не пустят. Ну, ты попробуй, хуже ведь не будет. Костя? Да? Здравствуй, Варя. Кость, ну, что это такое? Я тебя ищу, ищу, да зачем меня вообще позвал? Знаешь, я просто витал в облаках, вызвал тебя просто так без причины. Надеюсь, ты не сердишься, что я тебя так сорвал? Ну, вообще-то, если честно, терпеть не могу, бесцельно проводить время. К тому же, у меня масса дел. Но тебе я почему-то не могу отказать. Наверное, потому что я такой вот беззащитный, такой слабый, да? Конечно, именно поэтому, но учти, это продлится недолго. Жаль, вот я так надеялся, что это продлится как можно дольше. Слушай, ну как там вообще, какие новости? Ну, да много всякого. Слушай, ну как меня Тарас поразил? Тарас у нас сама непредсказуемость. Серьезно? Я представить не могла, что у него есть ребенок. А почему ты думаешь, что у Тараса не может быть ребенка? Ну, потому что он на вид такой тюфяк, а тут взял и родил дочь. Вообще-то, в этом принимала участие еще и его жена. Ну, и для тебя это не удивительно? У Тараса была жена. Вообще, как он на это смог решиться? Ты его раньше не знала. Когда от Тараса сбежала жена, из него, из него как будто в воздух выпустили. Очень трудно пережить, когда женщина бросает тебя, бросает маленького ребенка, вот так вот, безо всякой причины. Ну, какая-то причина была, не может такого быть. Наверное, просто посторонние об этом не знали? Не знаю. Ну, во-первых, Тарас близкий друг нашей семьи, нам все рассказывает. А во-вторых, вот назови мне хотя бы одну причину, по которой женщина бросает своего ребенка. Не знаю, нет. Ну, вот видишь, даже вообразить не можешь. А Тарасу пришлось стать для моей папы и мамы. Значит, ты всерьез считаешь его каким-то пришибленным? Ну, как говорят, пыльным мешком ударенный. Да нет. Тарас парень отличный. Он тюфяк только для Майи. Она из него веревки вьет. А он на самом деле мужик молодец. У него в руках все горит, причем в самом прямом смысле. Таких пиротехников, как он, в Голливуде еще поискать. Да знаю я, видела я его на работе. Мы уже на съемках познакомились. Я была консультантом. Так что хватит рекламировать друга. Ладно, ладно. Все, не буду. Давай поговорим о твоем подопечном, то есть обо мне. Мне тут подарили один самый настоящий африканский барабан. Я вот тут придумал. Можно ведь пойти в переход и подзаработать что-нибудь. Так, будем считать, что ты сейчас просто пошутил. а ты всерьез считаешь, что я сгожусь на что-нибудь другое? давай-ка. Хороший запах. Да. Мне тоже нравится. Ребят, обрызните на меня тоже. Я просто очень на свидание. Чинг какой-то странный. Ну что, жалко, что ли? Ну, один разик. Вот сюда. Вот сюда. Спасибо. Век не забуду. Может, правда, на свидание? Забавный парень. Бывает же. Привет. Извини, опоздал на 15 минут. На 17. Почему ты не в валенках телогрейке? И странно. Мы просто закончили только. Не успел переодеться. А это тебе. Если ты на первом свидании такой нарядный, страшно даже подумать, какой ты будешь дальше. Зато понюхай, как я благоухаю. Так, у меня аппетит пропал. Извини, извини. Мы сейчас его вернем. Присаживайся. Присаживайся. Официант. Так. Сегодня ты можешь заказывать все, что угодно. На правую колонку, там, где циферки, ты даже не смотри. У меня сегодня редкая удача. У меня сегодня ужин с самой прекрасной девушкой в мире. Знаешь, я как-то по телевизору увидел, что слепые собирают там всякие электрические розетки, фонарики. У них даже трафареты есть. Уложил, отмерил, отрезал. Я, в принципе, этим могу заниматься, да. Только перед будущим ребенком будет стыдно. Ну, проводочки обрезать совершенно не обязательно. Мне кажется, ты мог бы заниматься чем-то другим. Да? И чем же? Помнишь, когда я заболела ветрянкой, ты поставил диагноз буквально за минуту? Да диагностировать ветрянку проще простого. Ну, разумеется. Когда все лицо обсыплет болячками, их будет видно. Но ты же сделал это до того, как меня разукрасило. И, между прочим, на ощупь. Ну, значит, во мне умер великий диагност. Почему умер? Может быть, он только-только родился? А если у тебя уникальные способности, о которых современная медицина просто не подозревает? А если, условно говоря, ты сверхчувствительный и улавливаешь магнитные поля человека? А называется это все средневековье и мракописье. Кость, я серьезно. Я об этом много читала. Да, извини. Знаешь, просто, когда я учился в медицинском, мне действительно казалось, что я как-то вижу больше, чем все остальные. Ну, к примеру, осматриваем как-то пациент, и... Ладно, что-то я распился. Может быть, я действительно мог стать неплохим врачом. Даже не хуже, чем мой отец. Просто я обошелся без медицины. А медицина с легкостью обошлась без меня. Чего теперь об этом говорить? Мы же не просто с тобой говорим, от нечего делать. Ты решаешь, чем заниматься по жизни. И мы перебираем варианты. Я считаю, что ты мог бы успешно заниматься нетрадиционной медициной. Да, очень хорошо. Сменим медицинскую ориентацию. Знаешь, в тибетской медицине целитель заставляет своего пациента бегать. А потом, когда тот вспотеет, принюхивается к его запаху и таким образом ставит диагноз. Батенька, а я чую по запаху. У вас левосторонняя паховая грыжа, да? Знаешь, я тоже так смогу. У меня как раз сейчас обоняние очень хорошо работает. Все сказал? Потом Вадим навел пистолет на Илью, и я ни секунды не сомневалась, что он выстрелит. Сюда целитесь. Так, да? Ну, а дальше я схватила статуэтку и... Так, вот это будет вместо статуэтки. Показывай. Ну, здесь она стояла, я схватила ее, подошла так и... со всей силы ударила. Куда? Сюда. Практически по шее, да? Да. Не ты. В основании черепа. Ну вот, что и требовалось доказать. А кое-кто нам тут объяснял, что удар был гораздо выше. Так, пройдите сюда. Осталось узнать только одно, о чем вы так с потерпевшим горячо спорили. А это так важно? Важно или нет, это я решу потом. А сейчас я должен обрисовать полную картину происшествия. Ну, в двух словах это не расскажешь. Хорошо, рассказывайте в трех. Ну, когда мы стытились с Ильей, я была беременна от Вадима. Я... полюбил Илью. Мы стали встречаться. И Вадим довольно-таки быстро отошел на второй план. Гордиев знал, что это, а не его ребенок? Да, знал, конечно. И готов был его усыновить. Потерпевший знал, что и готовы пожениться? Если бы я ему об этом сказала, это была бы последняя глупость в моей жизни. Он очень ревновал. И потом он так хотел ребенка, и ни за что бы не отпустил. А когда случилось несчастье... Какое несчастье? Я знаю только об одном. Рассказывайте. Я потеряла ребенка. Когда Вадим был в отъезде, Илья ночевал у меня здесь. И Вадим каким-то образом узнал об этом. Он сильно избил меня. Гордиев знал, как вы потеряли ребенка? Нет, я ему не стала об этом говорить. Я боялась, что он оставит меня. У нас и так были тогда напряженные отношения. И мне пришлось сымитировать аварию. Я села в машину, въехала в столб. А иначе как мне было всем объяснить, откуда у меня эти синяки? Представить страшно, как он сейчас растерян и напуган. Ир, с чего ему пугаться? Он взрослый мужик. Это он по годам взрослый. Мировосприятие у него, поверь мне, как у ребенка. Мозги у него, как у ребенка. Что? Да ничего. Я говорю, ты носишься с ним, как с писаной торбой. А он и рад на тебе ездить. Он сел, ножки свесил, еще он погоняет. Да, я согласна. Олежка бывает странным. Он даже может вызывать раздражение. Она мне рассказывает. Что? Да ничего. А я говорю тебе, почему ты решила, что с ним что-то случилось? Потому что он никогда не пропадал надолго, так внезапно. Но ты же сама говорила. Он художник, он птица вольная. Ты его разбаловал, Ир. По-самой не могу. Вот он и творит все, что хочет. Смотри, сначала надо отработать самые вероятные места. Позвонить в отделение милиции. Ближайшие. Потом в больнице и морге. Так, 76-28-13. 76. С инопланетянами свяжись. Это наверняка они его забрали. Они ему мозг пересадят и отпустят. Ну, в самом деле, сколько можно без мозга-то обходиться? Оксана! Да звони, звони, звони. Звони! Вот уж не думал, что на первом свидании умру с голода. Я же говорю, заказывай все, что хочешь. Все, что угодно. Все, все, все. Все, все, все. Все, что хочу. Ладно. Мне, пожалуйста, вот это. И вот это. И сок яблочный. Свежевыжатый. Отлично. А мой заказ в силе. А будем считать, что горчица испачканца. А это что? Птичка наделала, да? Видимо, страус. В следующий раз обязательно приду во фраке. А пока что наш заказ готовится. Девушка, я бы хотел с вами познакомиться поближе. Поближе. Это как? На колени к тебе сесть, что ли? Нет, ну это не обязательно. Так, все, хватит. Фух. Господи, как я согласилась на такую дурость-то. Сама не представляю. Знакомиться. Когда мой друг про друга все знаем уже. Хотя ты до сих пор можешь меня удивить. Хорошо. Хорошо. Начать все сначала, говоришь, да? Ну и как ты себе это представляешь? Честно говоря, не знаю. А я знаю. Сначала нужно память стереть. Знаешь, как это сделать? Ты же не знаешь, да? Топором по башке. Почему ты не сказала, что он избил тебя? А что бы ты сделал? Не сомневайся. Что-нибудь придумал бы. Илья, это был мой ребенок. И это были мои личные проблемы. Подонок. Убил бы его. Да, в Ивановске уже звонила. И в Перово, и в Новогиреево. Где нет никаких следов. Ну хорошо, большое спасибо. Ну как за что? Хоть какая-то определенность. А то нигде не в больнице, не в полиции, нигде. Ну хорошо, спасибо. У вас тут в Москве позвонила. Никаких следов. Значит все. Да ты что? Ир! Ну-ка, не смей отчаиваться. Это грех. Я так надеялась, что вы хоть в полицию забрали. Думала, опять где-нибудь что-нибудь напортачил. Даже если бы его избили. Хоть бы жив был. Не видать у меня Олежку. Да ты что? Ты что? Типа он тебе вон на какое-нибудь место. Мы все подробно обсудим. Приезжайте. Да не волнуйтесь вы так. Все будет хорошо. Мы вас ждем. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне посоветовали к вам обратиться. А вы присаживайтесь. По какому вопросу? У вас здесь так симпатично. Спасибо. Скажите, а много детей у вас забирают? В смысле усыновляют? Не очень. А если, допустим, ребенка сюда сдали, а потом родители передумали? Ну вот мы и стараемся, чтобы родители даже не думали, чтобы отдать ребенка. Ну или хотя бы они все заранее продумали. Так вы собираетесь отказаться от ребенка? Не знаю. Пока еще не знаю. Но ведь время до родов еще есть. Нет. Мне надо сейчас решить. Может быть, вообще никаких родов не будет. Как не будет? Я вижу, что у вас уже не первый месяц. Так что вы слишком поздно об этом подумали. Это же опасно. Ничего не поделаешь. Почему? Муж не хочет ребенка. Муж хочет. Только здорового. А врачи сказали, что ребенок может родиться с синдромом Дауна. Господи, и большая вероятность. Какая разница? Зачем рисковать? Почему вы к нам пришли? Мы занимаемся детьми, от которых отказались родители. Устраиваем их в семьи. Я сама не знаю, зачем я пришла. Так, наверное, от безысходности. Я думала, может, вы мне что-нибудь посоветуете, подскажете. Может быть, я подскажу. Нет, серьезно, ты мне очень помогаешь. Кость, это моя работа. Знаешь, может, я и опустил руки, но как только с тобой пообщаюсь, сразу хочется прям рогом упереться. Упрись, Кость. Ты скоро станешь семейным человеком, отцом. Как можно руки опускать? Да, отцом, который не может содержать собственную семью. Сможешь. Со временем. Ну, кстати, если не секрет, чем твоя невеста по жизни занимается? Диана. Она фотомодель и дочь олигарха. Так что зачем ей еще чем-то заниматься? Ну, чего ты тогда беспокоишься? Деньги у вас всегда будут. Да, и я легким движением руки превращаюсь в жигола. Я и она такие два лоботряса, которые живут на изживении у папочки. Ой, не знаю. И не в восторге он, кстати, от нашей свадьбы, так что будет ли он нас содержать, еще не факт. Костя, зачем ты вообще женишься? Ну, а зачем люди женятся? Вот и я удивляюсь. Только давай без шуток, ладно? Я считаю, что жениться можно только в одном единственном случае. Если жить друг без друга невозможно. Такое мне даже представить трудно. Может быть, ты мне объяснишь, зачем я женюсь на Диане? Без обид. Боишься? Я боюсь. Ты боишься. Поэтому ты пошел по пути наименьшего сопротивления. Давай на минуточку представим, что ты женишь сына Ксюши. Трудно представить. Допустим. Трудно, потому что боишься. Ну, по твоим словам, Ксюша девушка искренняя и откровенная. Если бы со временем она тебя разлюбила, то ты бы об этом узнал. А Диана? А Диана? Насколько я понимаю, она умеет приспосабливаться. Если это нужно. Она же всю жизнь прожила под папиным крылом, сытая и спокойно. И сейчас к тебе пристроилась, чтобы ничего не делать. К тому же она беременна. И лучшего варианта ей просто не найти. А тебе не кажется, что все гораздо проще? У нас с Дианой будет ребенок, и поэтому мы с ней женимся. Пожениться-то не проблема, Кость, а жить вместе. А музыку ты какую любишь? Разную. Разную музыку люблю. Я тоже разную музыку люблю, и... Главное такая, чтобы подпевать можно было. Например, фольклор, авторская песня, панк-рок. Я же на гитаре классно играю. Ты что, не знала? Три аккорда? Ну, ты будешь, конечно, удивлена, но практически все песни основаны на трех аккордах. Ммм... Как я давно на гитаре не играл. Соскучился, страсть. Ну что, мы все обо мне, обо мне. Какие фильмы ты любишь смотреть? Боевики. И ужасы. Вот видите, сколько у нас с тобой общего. Я их тоже люблю. А какой твой любимый цвет? Вот мой, например, зеленый. Так долго мы будем дурью маяться? Знакомиться долго будем, спрашиваю. Может, мы наконец о главном поговорим, а? О чем о главном? А что ты думаешь, кроме как о кино нам больше не о чем поговорить? Рома, я, например, понятия не имею, чем ты собираешься заниматься. На нашего ребенка тебе кажется совсем наплевать. По барабану. На что мы жить будем, Рома, ты подумал? Стась. А ты попробуй вот эту штучку. Очень вкусно. Вкусно? А ты бывал уже тут, да? И с кем же, интересно? Ну, ни с кем не бывал. Мне просто оно выглядит аппетитно. А насчет ребенка ты зря. Я к ребенку очень серьезно отношусь. И очень жду. С нетерпением. С нетерпением. С нетерпением. Если я рискну, а вдруг он родится Дауном? Скажите, а? Можно будет найти ему семью? Ну, я вам, конечно, этого обещать не могу, да и этого никто не знает. Я могу вам только сказать, что по статистике больных деток забирают намного реже, чем здоровых. Скажите, что мне делать? Сидите спокойно, ничему не удивляйтесь и не вмешивайтесь. Ваш муж не знает, что вы сюда пришли. А еще он не знает, что у вашего ребенка может быть синдром Дауна. Откуда вы узнали? Ничего не говорите, не мешайте. Виктор очень хочет ребенка. И когда он родится, он его очень полюбит. Он родится здоровым? И вы его полюбите. Ну, откуда вы? Я в таких делах никогда не ошибаюсь. Рожайтесь и не волнуйтесь. Все будет хорошо. А когда врач сказал, что детей не будет, у меня в душе что-то оборвалось. Я так мечтала о малыше. И вдруг... Вадим так избил меня, как будто хотел отомстить за всю свою не сложившуюся жизнь. И сейчас он стал угрожать мне хамить. И когда пришел Илья, он был уже совсем неадекватен. Выхватил пистолет и прицелился. Я знала, что он выстрелит. Для него убить человека, расплюнуть. А я не могла это допустить. Я... схватила то, что попалось под руку и... ударила. Я врала тебе очень много. Но то, что я сказала сейчас, это правда. Все до последнего слова. Как дела? Притаилась в засаде. Подожди, а каких делах ты спрашиваешь? Ну, как твои успехи, например, у Вари. Мама сказала, что она здесь. А почему ты так говоришь, как будто у меня с Варварой есть еще что-то, кроме занятий? А что, нету? Не выдумывай. Нет, ну я, конечно, не знаю. Может быть, ты уже и перестал бросаться на все, что шевелится. Чего это мы все обо мне, да обо мне? А как у тебя дела? Да ужасно. Ни дня без переключений. Представляешь, сейчас застукала свою маму с Малютином и твоей Ксючей. Что значит застукала? Они что, занимались чем-то неприличным? Да нет, не знаю. Я была не сначала. Просто знаю, что твоя пастушка пришла просить за Ромку по поводу работы. Не называй так, пожалуйста, Ксюшу. Мы уже с ней расстались. Все. А что я сказала такого обидного, а? Ладно, проехали. Знаешь что, Костя? Раз уж у нас зашел такой разговор. Пообещай мне, что больше у тебя не будет никаких любовных приключений. Хорошо, обещаю. Но и ты мне, пожалуйста, дай такое же слово, ладно? Ладно. Ладно. Ты потерпи. Скоро пройдет. Поделись советом. Многодетный отец. Да я же тебя просто поддержать хочу. Не надо мне поддерживать. Я не подну. Стась, я понимаю, что тебе обидно, что не удалось попробовать эту вкуснятину в ресторане, но да, первое съедание не удалось. В следующий раз мы этого не допустим. Никого следующего раза не будет. Не мечтай, Ром. Как это не будет? Слушай, за такие деньжища я могла бы и не выходя из дома этим делом заняться. Бесплатно. Каким этим делом? Что? Ах, этим делом. Здесь число и подпись. Вот здесь. И здесь. Все, Гордеев, я тебя изобличил в несовершении преступления. И очень этому рад. А ты, смотрю, не очень. Ну что, не получилось стать героем. Зато и главную ошибку в жизни не совершил. Я вам буду очень благодарен, если вы мне дадите поговорить с Катей наедине несколько минут. Ты чего еще здесь? Да вот, хотел дождаться, пока тебе полегчает попрощаться с тобой. Да. Ромка вкалывал, вкалывался, деньги ушли в метаз. Ну почему же все? Не все. Ты когда в ресторан на туалет побежала, я вот кое-что со стола припрятал. Самое надежное место. За такие деньжища ты бы мог в кафе раз в пять поесть. Я же не просто пошел туда поесть. У нас с тобой как-никак первое свидание было. Ой, Господи. Первое, Рома, оно же последнее. Снасть, ну да, не получилось. Ну давай еще попробуем, а? Только без этой всякой ерундой, типа давайте знакомиться, а? Давай. вот. Сейчас протрем тебя и будешь как новенький. Ты там с кем-то с мотоциклом разговариваешь? А что? У каждой машинки свой характер. Для каждой слово нужно найти. Ты к ней с лаской и заботой, и она тебе ответит тем же. Да, вот жаль, только про женщин такое нельзя сказать. Ну, почему? Просто надо, чтобы, чтобы она соответствовала. Видимо, ты будешь искать такую женщину всю жизнь. А ты, я вижу, уже нашел. Ну и как, соответствует? Да, соответствует. Мы, между прочим, с ней договорились сегодня друг другу не изменять, понял? Кто? Ты, Диана? Не понял, а ты что, думаешь, что наш договор туфта, что ли? я понимаю, есть такие люди, которые живут в браке всю жизнь счастливые. Конечно, я, наверное, в прежней жизни под это не подписался бы, но теперь-то чего? Костя, я искренне желаю, чтобы у вас с Дианой все так и было. Правда. И что, и все? А как же, не знаю, посочувствовать, поддержать? Ты знаешь, я только сейчас стал понимать, что для слепого мужика женщины как бы вроде и не существует. Ни глазки построить, ни наглядеться на нее, не знаю. А вот раньше, знаешь, она бывало так появится на горизонте, ее даже еще пока не узнаешь, так только очертания, а уже точно знаешь, как у вас там с ней будет что. Да, и сейчас мне гораздо проще, Диане, сохранять верность. Это что, мне с Дианой придется жить всю жизнь? Ё-моё, я, по-моему, погорячился. Не знаю. А я бы хотел, Кость, всю жизнь провести с одной женщиной. И чтобы, вот понимаешь, чтобы она для меня все, и я для нее по возможности. Вот, например, если бы Варвара, она бы... Ну и только давай без сослагательных наклонений. Если бы, да кабы, знаю я тебя. Ну а как я ее? Да как-как, проще простого, через Майю. Ты знаешь, Варя, когда узнала, что у тебя есть дочь, она очень удивилась, и причем приятно удивилась. Ну и что из этого? Ты хочешь, чтобы Майя рассказывала про своего замечательного отца? Ну и черт с тобой. Если я сейчас не могу соблазнять женщину, это не значит, что мой бесценный опыт должен так вот взять и пропасть для человечества. пообещай мне, что ты будешь выполнять все мои инструкции, и тогда я тебе помогу завоевать Варю. Понял? Не слышу. Ну, я бы с радостью, конечно. Да я бы, конечно, с радостью. Проще сказать честно, да я бы, конечно, с робостью, но... Нет, почему с робостью? Паук начал плести свое паутину. Ди, привет. Привет, привет. Вообще не хотелось доехать, особенно после того, как ты меня продинамила. Ну я же извинилась. Ну ты встань на мое место. Представляешь, Валеру позвонил, говорит, старушка, выручай, иду в такое клевое место, а без девушки не пустят. Ну если сам Валера, то конечно. Милка, мне просто кажется, что все его кинули, вот он и позвонил тебе, как к безотказному варианту. Злая ты. Давай лучше выпьем. Подобреешь. Какую выпьем? Я теперь девочка правильная. Молодой человек, будь добры мне сок апельсиновый, свежевыжатый. Да, хорошо. Только проследите, чтобы он был на меня свежевыжатым. Я обязательно послежу. Вот этими самыми глазами. Ну хорошо. Если вот этими самыми, я вам верю. Сейчас будет. Значит, это я безотказная да? Милка, мне что, просто на официанта посмотреть нельзя? Вообще мы с Костиком решили друг от друга налево не ходить. Круто. И договор, наверное, кровью подписали. Чего ты смеешься? Чего ты смеешься? Меня знаешь, как ломает, как представлю, что всю оставшуюся жизнь буду только с Костей. Боже, да, да. Костя, Костя, только Костя, один Костя и никого, кроме Кости. Но вообще-то никто не обещал, что будет легко. Тогда вообще не надо было всю эту бодягу с замужеством затевать. Ладно. Ладно, думаю, что у нас все получится. Должно получиться. Нет, если Олег даже на этом пифонусе не появился, значит, никакой надежды не остается. Не говори ты глупости. А, если это более глупости. К сожалению, это горькая правда. Ты ж его знаешь. Как только ему предоставлялась хоть малейшая возможность продемонстрирует, что он свободный художник, он всегда ее использовал. А почему ты думаешь, что они сегодня бузили только на Крымске? Почему они не могли в это же самое время тусоваться, я не знаю, в Сокольниках? И твой куриц туда поехал. Кудахтать. Здрасте. Добрый день. Курица Ирина Григорьевна. Да, это я. Это вам? Ага. Распишитесь. Здесь. Всего хорошего. До свидания. О, дорогая Ирочка. Наконец-то я могу не только провозглашать лозунги, но и реально воплощать свои идеи в жизнь. Господи. Ты всегда призывала меня не только говорить, а больше делать. и теперь твоя мечта осуществится. Какая мечта-то? Так. Только пройдя до конца вестернистый путь, я могу сохранить высшее право говорить правду. Я уехал на Алтай. На Алтай. Вообще, на вольных художников. Единственное место на земле, где мой талант наконец найдет полное и высшее свое воплощение. Угу. Я никого не могу заставить следовать за мной. Это мой крестный путь. Но если приедешь, буду очень рад. Если приедешь, буду очень рад. Опять сяду тебе на шею, свешу ножки, буду погонять. ну это, как ты понимаешь, я прибавила от себя. Я надеюсь, ты не поедешь. Ира, это не курица, это свинья. Ты пробегала все ноги. Все больницы, все морги обзвонила. А он живь-здоров. Зачем ты взяла все на себя? Разве я могла поступить иначе? А разве нет? Жила бы спокойно. Со временем бы все забыла. Ведь время лечит. Хорошо же ты обо мне думаешь. Я не знаю, что о тебе думать. Как только начинаю тебя понимать, ты меняешься, как хамелеон. Ты теперь представляешь, что с тобой будет? Догадываюсь. Как-никак у меня юридическое образование. Илюш, неужели ты правда думаешь, что я могла бы жить спокойно, зная, что ты в тюрьме? Такой ты меня представляешь, да? Я бы мог понять, если бы речь шла о человеке, чья судьба тебе дороже своей собственной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...